Привет всем! Короче, ребят, через 20 секунд у вас стрим появится. И будем смотреть все вместе ГГГода. Поддерживатели я сейчас беру, потому что сегодня новый день. Так, заходим в Коу. Короче, смотрите, смотрите, в общем, не я этим заведовал. Сейчас я вам покажу. Короче, будут участвовать в переигровках следующие игроки. Повермайн, МК, он же Лулу, Френд, Киану, Контрол и Коу, соответственно. Вот такие у нас будут пары, как вы видите на экране своем. Ну и как бы они будут там все одновременно играть, я буду за Хоу следить, ему нужно сыграть, соответственно, ну и четырьмя, получается, человеками. С Френдом, Киану, Контролом и Лулу. Вот так вот. Поехали. С Френдом, Киану, Контролом, 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 Киану, Продолжение следует... 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 Так, пишут тут эксперты сейчас-то, что за боссная тема? Мог еще и регейта сделать, ставить под рампой изи, ставя нексус. Нет, блин, он грелку делает. Надо добавлять. Я так каждый день делаю, а то эксперты в чатике подумают, что ты всего лишь топ-мастер лиги, а ты же мид-гмл на самом деле. В итоге, короче, может быть, ты подбираешь немножечко. Хиг знает. Непонятно. Идет вперед сейчас френд. Бах, заморозочка пошла. Грелка минус, пред другой. Человек. Пять человек играют в переигровках. Ох, как фризонит. Тут хорошо. Все. Дестабилизончик дестабилизирует. Двух уже дестабилизировал. Вот надо по королевам, надо двумя одновременно стрелять. Объяснять, я думаю, не надо. Почему? Для топ-мл, мид-гмл, экспертов в чатиках. Вот. Нужно оверчажа сверху выставлять. По оручим ревелджерам. Коу, зачем ему оверчажа сверху выставлять? Успел грелку, ой, успел мазеркор отвезти. Вот это Коу дает. И даже вниз два оверчажа поставил. Вот это да. Это дела. Минус еще две королевы. Да, варп еще юнитов идет. Кдшеса дестабилизаторы. Бах, бах, бах. И уже лимита больше, но боевого пока еще меньше. И морглы спускаются. Дается здесь залп минус королева дестабилизаторов. Надо немножечко отвезти, но тут что-то сталкеров много. И скоро будет блинк. Через несколько секунд буквально готов. Дестабилизаторы свое дело сделали, на самом деле, на все 100%. Прошел еще залп. Сейчас дестабилизатор. Один из дестабилизаторов погибнет. Эта игра просто войдет в аналые истории вообще потому, что просто происходит. Это реально, я смотрю, я не... Ну, это здесь происходит просто полная дичь. Сейчас вы видите только, что Коу Пол Армии себе же взорвал, потому что случайно патрон этот вобвел в контрол и отвел все назад, блин. Это реально... Блин, ну, лот сложный на самом деле. Очень даже. Зачем вталкеров своих опять же под... Опять Коу подблинклся под свой залп, пытаясь догнать там оппонент своего. Здесь молоко пошел в залп. Ну, тут все, уже все нормально, у Коу. Еще один залп пошел. Тут бодренько так прилетело на Реводзера, на Роучей. И Мотл сверху падает. Ну, да, Варп, постоянно идут. Сколько гейтов у Коу вообще? Пять. Мало, очень мало гейтов. Поэтому ресурсов столько много и накопилось. Так, на мейне что-то происходит. А на мейне сделки с двумя адептами. Так, я стрим теперь именовал, кстати, не помню. Мы выработали месторождение минералов. Так, 109.93. По лимиту. Так, 3 адепта са на мейн. Вообще, короче, вроде везде все происходит, но происходит как-то реально не глобально, короче. Спасибо за мимикро. Я уже знаю, что с короткой лучше. Не, ну Коу выдает. Не, ну Стрёв Коу лидирует здесь, я не знаю. 2.61, 2.7, пара-бам. Прикол в том, что Коу всю чертову игру лидирует. Как бы, уже казалось, она должна кончиться, но она никак все не кончится. Она тупо не может кончиться. Потому что ни Коу ее не может закончить, ни успешно Фрэнд не может отдаться. И выиграть он тоже пока не может. Ну вот, врыв к четвертой базе сейчас идет. В общем, серьезный такой врыв. Коу надо развернуться, отбиться. Сталкеры пошли возвращаться. Так, здесь реводжеры на ХГ пилятся. Залп, минус 3 реводжеры. Ой-ой-ой, как больно здесь может долететь. Ну, не долетели немножечко патрончики. Контроль. Там блинка. Сейчас идет блинк-контроль. Здесь 3 зелка заварпились. Хорошо, что их отменили. Они тут бесполезны были. 2 погибли. 3 хоть за 3, хоть ресурсы вернулись. И то хорошо. GG, this is friend. Ждем вторую игру. Привет, Сансбёрд. Как викинг калечит себя, оставляясь шрамом в глазах врага, чтобы боялся. Ну, вполне так возможно, зная кал. То есть, он просто взрывает дестабилизатором себя. И выманивая тем самым оппонента, говоря, иди сюда, я бичок. Возьми меня просто. А сам в итоге-то... В итоге все, 5 гейтов и ресурсов много накопилось. И идет еще варп, и он, короче, переворачивает. Ладно, шутки шутками. На самом деле, бывают такие ошибки. Ну, вот сейчас было очень смешно, как просто патрон улетел такой. О, нет, иди сюда, назад. Ты должен с армией, Смей, постоять. Так, 1-0 кул, вторая игра. Поехали. Ну, это уже... Ку против Фрэнда, вторая игра. Блин, что-то с форточкой ползали, с форточкой душно. Пусть лучше прохладно будет, но душно, когда это совсем не очень. Так, так я не переименовал ни хрена. Так, сейчас все заредактирую, тут реклама на 1000 кадрявая пошла, пройдет реклама, стопану стрим. Ку против Фрэнда, вторая игра. Так, ну тут стандартный пошел такой билд, ребят, как вы видите. Это Дарк Харас, насколько я понимаю. Вообще-то два этапа, какого все устает, будет где четвертый, третий точнее добавленный, и четвертый суммарно здесь. Ну почему такого блочит наглухо все вообще? А почему? Странно очень. То есть это улыбка, это еще будет со стороны Коу. Там лэйр Роуч Ворон. Все, открывается сейчас. Еще решил Фрэндж прям успеет лэйр Додарков стопудово доделать? Нет, не успел бы он, я думаю, Додарков доделать лэйр. Ну как бы он примерно к прилету призмы бы и был, там пока Дарки наваркаться, но пока Оверстит бы сморфился, Дарки бы там вырезали бы бодро очень, юнитов много. Ну а третий, кстати говоря, ничего не ждет вообще, да? Ну как ничего? Этих лингов 10 штук Дарки бы срезали моментально, плюс там один Роуч сейчас смешной как бы. Ну Коу заранее не хочет варпануть, это ошибка на самом деле с его стороны. Вот 4 Дарка варкаться сейчас. 2 с косой, 2 с ножом. Призму надо сворачивать и контролить Дарков. Коу этого просто не делает сейчас. А почему он этого не делает, я понятия не имею. Так, ну лэйр-то уже готов, Коу должен это заметить. Успел Коу Дарков забрать, не, ну пока достаточно эффективно Коу летает, но у него тысячи, черт побери, минералов скопилось. И это в реальном дофига. Нужно гейтов срочно добавлять. Вот гейты пошли, плюс 4 к 4 имеющимся. А зачем? Зачем было делать полную стенку, если ты теперь пилон пробиваешь? Что-то я понятия не имею, честно. Понять не могу таких моментов никогда. Почему сразу-то нормально не поставить здание, просто чтобы все работало хорошо. Так, здесь 4 линга, 2 роучи. Что это такое, говорят дарки? Ой, эти архоны. И я тоже это говорю. Что это такое за 2 роучи? Еще и королеву можно было пошатать, я так думаю. 7,4-90 по лимиту. Странно, что Коу улетел. Можно было забрать еще эти 2 юнита. Но королеву роучи. Ну там архоны, да, у них, конечно, хп не так уж много было. Еморф, лазилки добавляются, гейты раскрываются. Соплай-блок, может быть, про внутри пилона строится. Так, еще призма, где у нас? Вот она, призма. Так, здесь Ченчинг прибежал такой. Видит ли Коу его? Заметил, Сантрео минус нул. Но здесь и Ченчинг не нужен, здесь просто овер висит и все видит. Я не понял, почему увел сейчас овера своего отсюда Фрэнк. Сейчас он проморгает как раз-таки выход Коу. Причем выход будет очень даже жесткий. С тремя архонами. Даже с четырьмя. С тремя имморталами. Зилков очень много. Один из штук. Сантрео уже есть. Ну все, пора двигаться вперед. Силки новые, новый варкс. Зеркнеза оказывается 47 на 121. Ну, 4,69 по боевому лимиту. Боевого много здесь, конечно, у Фрэнда лимита. Так, пошли филды. Филды такси. Да, варк, зилков еще идет 101, 140. Чего-то Коу не развивает свой успех. Еще медленно он развивает свой успех, я вам скажу. Роучи на архонов сливаются. Иммортал сзади бомбят. Не слабо. Нужен и до варпа еще. Вот как-то Коу зилков вперед пустит, отступит. Пустит, отступит. Нужно дожимать стараться, потому что зилки тоже не бесконечные. Они минералов же стоят. Вот, пошел замес. Хороший филд. Сейчас тархоны с имморталами. Нормально ДПС здесь. Нужно немножечко отступить назад. 110, 136. Просто по лимиту ситуация сохраняется в пользу Зерга здесь. А прирост у дома здесь очень большой. Если Коу затянет, он просто развалится в итоге. Ну и что стоит Коу? Вот, сейчас пошел вперед. Пора идти. Ну, стоял, стоял. В итоге Зергу дал скафить реводжеров. Роучи миллиард. Полез в итоге на хрип. Самый такой неподходящий, я бы сказал, момент. Минус Аморкл раз. Минус Аморкл два. На 1-1 похоже. Очень сильно здесь все. Там третий нексус, правда, есть. Это для Коу плюс, безусловно. Ну, вместо того, чтобы вот такие пуши, они не делаются так, как сейчас делаю... Коу, как в рот сделал. Они делаются с хода с наката. То есть, как бы, ты пришел, прыгнул вперед и, как бы, заставил драться. Все. Перевернул ситуацию. Нет, видишь, что если там, допустим, скопилось много, у тебя варп один есть. Отошел назад резко, как бы, еще раз варфанул. И так же сразу пошел вперед. А вот это взад-перед бегание, оно, как бы, совсем не решает при таких пушах. На месте. То есть, взад-перед бегая, я, может быть, какого рода. Единственное, при вот таком раскладе. Пойти вот на четвертую сюда, например. Резко сменить направление удара. Убить эту хату. Здесь наварпаться, вернуться туда. Или вообще отступить домой, раскачав третью. Газ здесь, там, больше архонов сделав, например. 80-18, кольми тут, блин, даркамп его делать. Нахрен ему, блин, даркамп здесь, я поделаю. Миллион чейлингов, если его френд остается, кстати. Ну, 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 0 грайдов, там грайды присутствуют. Уверсиры есть. Уверсиров, я думаю, будут не продавить, тупо. Архивы темпларов, куф, 1300 газ копилось. Если бы этот газ бы применить сейчас, мазеркор минус, хорош, френд. Астык рап соактивировал премиум на ваш канал. Здорово, Элю. Это 1-1, ребят, 100 кудов. Третью игру ждем. По-моему, отдал здесь игру, очень хорошую такую, вам скажу. Если же 100 кудов не отбиться будет. Ну, френд молодец. ПО-моему, отдал здесь. ПО-моему, бьется до конца, короче. Ну, нужно было вот здесь до конца драться, когда он пушил. А, там 16 дронов, пО-моему, забрал, блин, дарками. Вот почему он бьется, я вообще вам это не показал. Порхает, как бабочка. Не жалит, как пчела. Но будем считать, что так. А то много элементов у нас в СНГ-комьюнити. Жужжат, как навозные мухи, и толку столько же, как бы. Но тут что не поделаешь. Так, чем андаринчику, скушаю. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Старги делается... Прямо в стенке все это происходит... Пару секунд завтыкал с продакшеном пробок... Но не на пару секунд... На 5-10, наверное... На 2-й, когда Nexus достроился... Но потом заказал быстро... Реабилитировался... Не слишком долго там все происходило... Опа-нца... Вы видите, что здесь происходит... Суприм активировал премиум на ваш канал... Происходит-то здесь очень элегантная такая тема... Хороший говорю... Пространственные струны настроены... Так, падает Гейтс... Заходит внутрь... Сейчас френд... Оракул шатает... Беллингов вместе с пилоном... Очень неплохо это делает... Здесь колу надо влочить заново все... Влочить успевает... Вроде как... Оракул на мейн попер... Еще один струится... У него энергия кончается с гигантской скоростью... Но он 2 выстрела успел сделать... И даже 2 выстрела здесь подрешает... На самом деле... 3, 4, 18... Пара-бам... Опять пришли линги сейчас... Оракулу... Ты что... Будем сжечь Оракулу? Непонятно, зачем Оракулу так... Энергию сейчас отдал... Все, он больше не способен... Не может ничего атаковать... Здесь Бэйны ворвались на мейн... Откуда они там взялись-то? Здесь где-то морфились... Продолжает Френд шатать... Оракулу, как же, энергию все пополняет... И пополняет... И даже уже варп готов... Но нужно Мазеркор срочно возвращать... Варпить что-то тут назад... Третий уже Оракул готов... Эти все без энергии пока... Ну, нормально... Отбился... Это самое главное... Пуш провален, я бы сказал, у Френда... Надо Бэйлингов ковырять просто и все... Гэ... 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 Гэ-гэ... Френд здесь еще что-то Хату атаковало... А Дэп что-то пришел, не знаю... Гэ-гэ... Гэ-гэ... Гэг-э... Гэ Гэ-гэ-гэм дэп... Так. 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 Питанщик пошёл сейчас. Пробка приходит, всё видит прекрасно. Кул. Пробка контрол минус нул. Сторги, сейчас будет с торги идти, грелка пошла. Так, контрол в наглую прям под рампу приходит сейчас. У него нет вижена, смотрите, ребят. Грелка номер один готова, номер два делается, плюс два гита делается. По адептам больно бомбить сейчас. Пилонку подрезал, надо заходить дальше, тут чё бояться-то. Гиты открыли, сейчас ещё одна грелка выйдет, это уже проблема, конечно. Либератора потерял, то есть ДПС по земле не будет. Очень важно землю было бы сейчас, забрать бы очень-очень быстро. Но нечем это сделать просто, в чём прикол. Сейчас кибернатчика погибнет. Киберната погибла. Плюс второй танк подъезжает. Здесь Кул пытается бункер отменить. Отменяет бункер. А нет, смотрите, не отменяет. Вычинилась, видимо, там это. КСМ-комедиваком. Чё, ещё и Либерат, блядь. Третья уже грелка строится. Кул, грелки-то грелками, но проблема в том, что куда танк-то долбит? Кул, чё делает-то вообще? Ещё я, ещё и этому дэмэдж своему нанёс этому, как его. Так, танки смещаются туда ближе. Непонятно, я контрол делаю тут по мне вообще. Приложил и переразвожил практически туда же, на самом деле, где они были до этого танчики. Провал. Потерял сейчас медивак на ровном месте контрол. Потерял склона. Кул чё-то грелки жгёт. Пора идти. Эх, долго контрол пушит. Надо давно уже зайти было. Танчик перевезти. Точнее, танчик на голову увезти на эхо. Пытаться турец какую-нибудь отстроить, я не знаю. Долго очень заходил, очень долго. И сейчас чё-то. То ли заходит, то ли не заходит. Цехи-то нету, как бы. Если не продавить, всё будет не очень хорошо. А он чё-то тянет. Здесь бункер не отменён в итоге. Так, танк ещё готов. Минка пытается закопаться. Не успела просто закопаться физически. Начиналось всё гораздо интереснее, чем сейчас происходит. Минус танк ещё. Грелками Коу расконтролил. При адепт контролу приходит ещё. Здесь на холтах надо ставить, а не в депошечку тыкать. Либо успевать вручную контролить. Да тут уже пора вскрывать турецку, бункер и всё-всё-всё. Либератор вовремя приходит. Два адепта, минус из трёх. Здесь грелки назад залетают, факт убил. Ой, как викинги ошиблись, сейчас вышли не очень удачно здесь. Дожарил Коу здесь всё. Пошёл наверх контрол, сейчас попытался прессануть. Здесь эти танки хорошо здесь стали, я бы сказал. Но грелки зашатали всё абсолютно. Здесь с ПГ грелки шатают танчики, здесь Коу отвёл назад грелочек. Всё очень чётко сделал. Очень чётко Коу так здесь отбился. Тут победа для Коу. Тут уже очевидно становится. С цеху занялка. Либо надо было блочить наглухо снизу, вообще не давать выйти. Ну и здесь как-то контролить вылет и всякие дома оборону строить. Выходить в какую-нибудь био там. Дома, я не знаю, во что-нибудь выходить в конце концов. И пораньше с цеху ставить. Либо как бы нужно было на ХГ подниматься. Второй вариант, я считаю, более осуществимым. Там можно было пораньше-то подняться. Пять хум. Пять грелок просто здесь разжаривают. Пошёл разогрев ГГ. Я пишу контрол. Один ноль. Оу. Чёткая оборона была с его стороны. Это факт. Пять хум. Пять хум. Пять хум. Ноль смешать. Пять хум. Так, ну что? Так, пошел инвайт. Так, ну что? Так, ну что? Ну что, ребят, вторая игра. Так, контроль против кола-гейт стоит таким образом, чтобы от риперов защищаться. Ну а что же контроль, сейчас посмотрим. Так, ну что? Привет всем, кто недавно подошел, ребята. Скоро уже начнется основной турнир, ребят, 19.00. Ну, час еще остается. Может быть, все четыре бо-три, которые Коу будут играть, я не успею посмотреть, потому что не знаю, как там другие игроки заняты, не заняты будут. Ну, я смотрю за Коу как бы матчами. Ну и другие там между собой тоже игроки играют, соответственно. 5 человек всего. Коу сейчас сыграл с Френдом, выиграл 2-1. Сейчас с контролом 1-0 пока ведет. Ну, посмотрим, что там дальше будет. Еще Лулу есть, еще есть. Кто там еще-то есть? Я уж подзабыл. Киану, конечно, Киану. Кстати, тоже неплохой очень даже тиран. Может претендовать на Коту вполне. Минус рипер неприятно. Что-то рипер здесь в ту пилу контролу не летал зад-вперед, он его специально здесь поставил или нет, я так и не понял, если честно. Ну, отдался он зря. Так, ну ладно, пусть с клан тегами будут никнеймы. Не, ну там не настолько было все. Как бы. Так. Так, что у Старпорт, а реактор под Старпорт, что никто строить не должен? Старпорт сам все реактор построить что ли? Ну да, так и есть. Похедя решил контролу сам себе Старпорт реактор построить. Сейчас мулы все новые и новые. Так, ровно 120 демеджа кто-то выдал. Возможно, это минка, но она же 125 наносит. Значит, это не минка. Значит, кто-то ровно 120 нанес. Да и по Фениксам она по Пропсам больше гораздо наносит, чем 120. То есть она наносит и 125, и бонус еще, который по полям заходит. То есть 35, то есть 160. То есть у Феникса 20 тп осталось. Что за фиолетовый квадратик? Вместо Марикин? Новый юнит такой. Проплатил деньги и у тебя, ну, Марикина через всю карту стреляют. Рейндж большой становится. Вот, надо будет проверить на самом деле. Может, геймхард обновили и там уже нет квадратов этих в теме на форуме. Не знаю, пока что. Две форжи у Коу делает. Скороче, тут он уходит. Третий Нексус в этот раз никуда он не лезет абсолютно. Контрол тут на центре стоит. Тоже третья цеха добывается. Наращивает продакшн, кстати. Четыре барака уже работают. Как часы. Все заказывается. 2-1 грейды, между прочим, уже делают слуку только 1-1. Ну, пассивно как-то контрол действует. Ну, тут дропа ЦК из Феникса опасно очень. Ну, выход, может быть, делать надо какой-то, я не знаю. Решил викингов-либераторов построить. Прям вообще тут контрол. Ему био побольше строить. Все-таки три базы. А бараков всего четыре штуки на мэне. Можно еще здесь парочку было добавить. Здесь еще парочку, чтобы 7 было, 8 с трех-то баз. Так, викинга на мою словилку. Мариков начинает шатать. Ну, теряет одного Феникса. Еще залп неплохой был со стороны Минки. Все-таки все красные, сладенькие остались они. Тепленькие, я бы сказал. Эй, скан кончился. А этот мимо обсервера. Ну, что же, лимита больше у контрола, но у Q здесь есть два колосса уже как бы. Нужно ли лезть туда? Да и с квадратиками нормально на мейн-модельке. Я знаю, что да, надо переключать, но пусть лучше играют побыстрее, чем эти модельки переключают, чтобы мы посмотрели больше переигровок. Хух, я изъезжаюсь. Понятно, что это маленькие, как бы уникальные. Сейчас паузу я проверю. Может, там обновление вышло. Что-то меня подрубать стало резко. Я не понял, почему в это время именно. Так, вторая атака контрола готова. 2-1 грейды уже. У Q 2-2 делается. Дестабилизаторы заказывают. Габу дестабилизаторы будут тяжелее, конечно. Ну, проблема контрола заключается в том, что у него просто отсутствует практически анти-колосс. лимит, то есть из воздуха только один либератор, один викинг, что это такое. Как сейчас влетело нормально, да? Просто 10 юнитов. Контрол отстопил. Вот не должен тиран быть настолько пассивен, как сейчас контрол. Он просто стоит и ничего вообще не делает. Такого быть не должно. Либераторов ближе, там еще что-то. Преимущество по грейдам 2-1-1-1 в пользу тирана. Грейды хорошие. Но почему-то ничего не происходит, черт побери. Что-то тут контрол сплититься пытается. Но хоу слишком много. Это слишком разгром. Слишком долго контрол сидел и ничего не делал. 5-7. Ух, потерял адские ее для контрола. То есть тут чуть ли не шестикратные, не пятикратные потери. Еще на 300 убить и 5 раз будет больше потери у контрола. Причем я думаю, что это реализуемо вполне для хоу. Ведь у него... Посмотрите какая дичь. Лимита больше. Игрейды сравнялись сейчас практически. Против викингов фениксов. Несколько есть дестабилизаторы. Пошел замес. Не, ну тут минки стреляют. И вообще тут потери сократились. Там слишком мелкие были с двух втором потери. Ну не пятикратная разница. Ух, делается, блин, даркам, как обычно. Смещается он на четвертую, на золото. Да блин, курса на планетарку. КСМ пытается уйти. Бил бы еще один мог помочь. Ну так, 13 погибло. Су-97, 177 по лимиту. Есть здесь призма рядом с замесом. Хоу идёт на муве. Хоу идёт на муве. Вот бы в 2016-м бы на муве походить бы маленько. Так, 9 дарков делает. Хоу. Это будут блинки с дарками, я так понимаю. Так, из одного, из пары дарков архуна сливает. Ух. Колосс живёт здесь. Расшатал ликингов. Надо дарков даварпить, если хотел поблинкнуться. Два колосса отменить, и даварпить бы дарков не мешало вам. Много-много штучек. Один колосс, один архон, один эморфл. Два дестабилизатора и много сталкеров. Одна сентря, там адептов есть несколько штучек. Хоу идёт даже мать уже, залп пошёл. Блин, там так плотно могло прилететь. Хоу зачем-то стрель. Повёл туда, где юнитов было не максимум. У тирана на самом деле. Знайд 2-0 в любом случае. Как бы здесь контрол, ничего не сделать. Гагерпицу контрол. Покидаем. Ждём следующую игру. Откол. Так, сейчас предыдущая изминутка. Вроде ещё я не пил, а хочется мне отойти. Субтитры сделал DimaTorzok. Повёл туда, не как бы здесь. Покупил, как вы говорили за меня. Покупил, как вы сняли. Вроде ещё не за это не. Угу. 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 Покупил. Продолжение следует... 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 Здесь... Продолжение следует... 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 Киану совсем по-другому бинды устроены, чем у других игроков. Первый контрл СС-щики Грейды, здесь Барак и Факта, Старпорт, Морик и Медивак, Рипера отдельно. НКО плюс 5 Барак, в третьей Нексус вовсюду бывает, 58-45 Парабам, но боевого лимита Киану больше. Чуть-то прямо активно музыка заиграла. Чуть потише музыку, чуточку погромче звук. Улучшение завершено. Враг познает нашу ярость. Месторождение минералов выработано. Разработка завершена. Слава Галаамам! Так, эту галочку надо снять, походу. Че так тихо стреляют, я не понимаю. Какой параметр отвечает звук? Только стреляют юниты, атакуют. Вообще ни хрена не слышно. Среди теней. Пошла движуха. Куку принимает бой. Идет вниз. Либераторов одного от Фуксио, второй разложился. Но танчиков не осталось, это уже плохо. Но Киану больше. Лимита до сих пор что самое интересное. Но он предпочел отступить сейчас. Так, что-то за Коуту посмотрю. Я чуть не понимаю почему. Здесь треть цеха пошла. О, пытается нагнать. Киану отступит, конечно. Месторождение минерала попустело. Так, с 38-126 Коу побольше. Уже лимит. Что-то Киану укосячит. Контроль немножечко. Криво разрозанный Либератор. Надо добить все-таки его. Колосы понемножечку отжигают. Тут еще второй Либератор. Оба краснющих у одного. Вообще 12 хп у другого. 40 там, по-моему. Здесь минки Коу отсутил. Заходит на мейн. Бумкер минус. Сзади Либераторы. Плюс био заходит. Часть сталкеров с ХГ отдаются. Здесь адептов много слишком. Адепты разваливают землю. 123,99 по лимиту. Потери давайте глянем. Потери в какой-то момент были близки, но потом Коу перевернул и развалил все. вскоре называется Pandora. Терпичьи. Не совсем. По-моему. Возвращая. По-моему. По-моему. Отвращаясь. Тема. Слышка. Так, захожу в игру. Так, захожу в игру. Так, захожу в игру. По-любому, обычно, не рекламлю, но туда эффекты погромче сделать. Где у нас эффекты? Вот у нас эффекты. Сходил, кстати, в кино вчера на «Звездные войны». Мне понравилось. Мне понравилось красиво. Ну, может, и в некоторых моментах нереалистично. Космос, но красиво, как бы, сделано очень. Прямо. Такие, как «Звезда смерти» стреляют. Вообще тоже красота, конечно. Ну, и по сравнению с предыдущей, как бы, частью, она какая-то вообще как для детей, короче, сказка. Это такая более реалистичная какая-то мне показалась. Что ты пропустил с Тиран Викарионом? Ты все пропустил. А в данный момент мы смотрим переигровки, если что. Так, ну здесь вы видите, что делает холл. Ну, Киану пролетал мимо фраером рипером, и рипер спалил. Здесь вообще-то пробку, правда, не убил. Если бы Киану кидал по кдшечке, вот когда ты выбиваешь такую тему, гранаты кидать по кдшечке. Обязательно просто. Не знаю, поук будет старгейт достраивать, он будет пилонус здесь еще один делать. Уже пора делать, значит, рипер сейчас выбит. Прямо нагло пробку, что она ставила. Так, не надо мне много вопросов всяких задавать. Читайте название стрима, Я думаю, если немножко, немножко врубить логику хотя бы чуть-чуть, будет понятно, что произошло и где. Затянута эта часть, если эту стропу врачи совместить, нужно было бы. Там наоборот, многие моменты я бы хотел, чтобы были побольше бы расшифрованы, что и как. Вот. Потому что я не настолько фанат, чтобы какие-нибудь там книжки еще отдельно читать. Хотя все частики же я смотрел, и не по разу, вот, но такого не было. А если экшон, то тогда на говномашинке какие-то там, я не знаю, или я уже говорил на прошлом стриме. Или этот. Как я его там? С тетхом я тебе отвечаю, короче. На какую-нибудь такую тему. Грелочки попели от Ку. Начинает греть депуху. Не вычинить ее будет. Мало рабочих могут подойти к ней. Три секунды, если ничего не сделать. Тоже факт. Верхнюю депушечку надо пробивать сейчас. Три секунды. Три секунды. Три секунды. Три секунды. Три секунды. Один кинул, ходил по лобу. Даже себя не очень чувствовала. Не стало идти. А так как потом я мог бы вообще не сходить, поэтому я решил один сходить. Залетел просто Кул. Грелками на ЦСшку вторую. И еще я зашел здесь этими адептами. Короче, это минус Киану, судя по всему, ребята. Здесь будет даже Малити сейчас. Танчик упадет. Упадут КСМки. Адепт шатает, циклон. Дага уже можно туретку сбрить. Просто и не парится, по-моему. Я не знаю, что здесь парится. Так сильно хул. Здесь ГГ уже. Киану 66-25. Чуток хул шатает, разогревает. И вообще он разошелся, по-моему, под конец. Даже, может быть, мы с Уэрмайдом Монка успеем. Посмотрите, он же Лулу. Вот он, наверное, сидит. Смотрел запись по поводу Твика. Весело с самого начала. Хотел сказать, что посмотрели по АПИ, но по классике в конце сделаю. Ситуация печальная. Ты понимаешь, интернет расследования обычно как идут. Сначала там я тебя найду, я тебя выцеплю, я тебя выщел. Мамку там, может, уфу. А потом уже по АПИ только проверяется. Я тебя найду по АПИ. Это только в конце делается. Обычно, что не понимаешь, что ли, таких элементарных вещей. Кстати, сегодня Кипбетик закинул еще сотик бакинских, побольше даже. 7к рублей на ГГ года. Им за это отдельное спасибо. И есть, кому интересно, ставочки на Кипбетики на матчи ГГ года. Так что можете запиливать легко их. Но пользуйтесь Фрегейтом и браузерами такими. Через Кройм не будет блочиться зайти. Так, не надо тут ВК Ориона кидать. Почему? Потому что, ну... Позвонил я ему и хватит. Чего, как бы, человек-то тут может... Человек может вообще здесь ни при чем, как бы. Хотя, наверное, он знает про ситуацию, как бы, да? Ну, еще кто-нибудь там что-нибудь писать ему начнет. Как-то так. Ну что? Так, ищу время ищу. Ще юрину пешу. Пока время есть. 18 минут, можно ведь успеть. Вот так. Вот так. 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 Продолжение следует... 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 Ну, я и говорю, что по 10 По 10 значит по 10 Так, еще пока никто в дополнительных отборах не прошел Ну, кул в лидерах пока Пытаю, у него там был Матвей вроде или нет Еще-то не видно Сейчас зайду на нормальный аккаунт свой Так, шрифт Так, шрифт Так, шрифт Так, Матвея нет, короче Так, шрифт А, вот все, пришел Матвей, отлично Кемпер Это Матвей Так, шрифт Так, шрифт Привет, WebNZQ, привет всем! Ну что же, ждем Блая Матвея. Матвей на месте. И Блая тут. Сейчас они подчеркают, мы начнем. Вот, переигровки идут параллельно. Ну, уже Коу практически обеспечил себе квоту, я так думаю, что код это две будет, а не одна все-таки. Вот, и... Кто еще обеспечил, не обеспечил, пока непонятно. Поэтому, я тоже, коксессия сюда. Надо выделятьсяαν кокс с конкурсом. Угу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok И, чёрт побери, кто только не он. Главное, чтобы не Реон. Так. Ну, вы видите, что Блай делает? Я и не заметил вообще Раучу Урон, как эти ребята сюда пришли. А здесь уже Чис идёт, от которого Матвею отбиться будет, ну, очень тяжело. Блай просто элементарный. Чис делает три Роуча... Ну, пять Роуча идёт. Они все в перспективе превращаются в Реведжеров в этом пушах. И геликами вообще-то... Смотрите, Матвею сейчас реально как бы он подвис. Он реально подвис. Почему? Я надеюсь... Нет, я объясню в любом случае. Ну, многие понимают, я думаю. Ведь сейчас можно циклонов заказать. Закажи-то два циклона, они вот этот дырявый пуш просто обольют просто своим дэмэджем этим. И пульками своими этими. А Матвей продолжает кроить геликов. Это ошибка, это косяк. Шесть уже потеря на рабочих. Сейчас ещё Реведжеров всё больше и больше будет становиться. Либератор Реведжером вообще как бы не угроза особо. Да, нет, можно его грамотно поставить, но можно и закинуть. Привет Госсу, конечно, есть. Группы ВКонтакте ищи. На ГГ-плеере только есть, соответственно, записи ЕМА. Ну, это похоже на 1-0 вообще для Блая, ребят. Реведжер отконтроливает фактически идеально. За счёт рейнжа они решают потери просто. Посмотрите. Два линга у Блая. И вы видите цифров какие потери. ГГ пишет. Так и не потерял ничего в итоге Блай. Ну, Блай намерен на этом турнире, я думаю. Конечно же, Блай-то скажет, что изи мой турнир, как бы. Но он намерен сыграть максимально жёстко здесь. Это факт. Призовые очень неплохие. В СНГ, я не знаю, ну, не знаю, как кому, мне вот в СНГ турнире было всегда приятно. Ну, раньше как-то больше было сцена, что ли, я не знаю. Но в СНГ было прикольно всегда тащить, играть, как бы, потому что ну, все свои, как бы, со своими прикольно всегда. Ну, сейчас уже времена меняются, конечно, и много всего происходит. В основном-то и не в СНГ происходит. Турниры у нас мало очень, поэтому приятно хоть, что что-то мы проводим. Там Starline, ГГ года. Может, в будущем ещё что-то будет. Ну, а пока Блай против Матвея. Следующая пара враток против Кванчи. Это ПВТ будет, напомню я вам. ПВТ будет. ПВТ будет. Так, ну что, погнали, ребят. Блай 1.0. Как-то изи было. Подставная игра какая-то. Ну да, Матвей решил сделать 3-2-2 на свой коэффициент 1.11. Кстати, на киботике ставочки есть, кому интересно. Ну вот. 1.10. А, точнее, на Блай решил. На 1.10 Блай решил впилить. Тут это как бы с противоположной, если в страны кто-то что-то не строил бы. Тогда можно было подумать, что кто-то решил не просто минимизировать риски, а вообще сделать все грамотно. Вот. Но Блай делает мрочетко все. Блайн кап. На Блайне кап не было долларов в призах. Если что, приз был миллион рублей. На тот момент составляло более еще 30 тысяч долларов. Но как бы если не считать налог, там приз был там, короче, 1600. Может, привет, Золкин. Короче, 30 процентов там налоги. 33, по-моему, или 30, короче, типа на вот эти рекламные рекламные, типа акция, Причислялась это как бы. Да и сейчас у нас все почти турниры. И еще что-то. Короче, Блай, смотрите, Блай решил, что с Матвеем нужно вот так вот, как бы. Вот так вот нужно с Матвеем. Не, ну Блай, это, я сказал, что это жестко, жестоко или что-то, но у меня возникает вопрос. Может быть, здесь кто-нибудь Блай остановит в этой группе-то? Здесь есть Паша, есть Кванчи здесь. Ну, все, конечно, очевидного финала Венеров ждут, я думаю. Так, СМ-ка за Лингом пошла. Лин гоняет туда-сюда. Линга хочет поймать чуть-чуть сильно Матвей, Линга не поймать. В этот раз, смотрите, в этот раз Матвей, кажется, понял, что здесь что-то происходит. А, он даже видел Риппером, я так полагаю. Риппер потерян, а именно Роучи-то его распилили сейчас. Три Роучи идут вперед. Сможешь, может, КСМ-ка хоть бункер-то застроить? Достроила КСМ-ка бункер, два Марика идут вниз, и один только доходит. Ну, это печаль полная, ребят. Падает бункер, упадет Марик, упадет КСМ-ка, Циклон выезжает наконец-то. Матвей, Мулу за каким-то хреном выводит, я не понимаю, почему он реактор не перелетел, тоже очень странный момент. Да поливать Реваджера, ё-моё, они сейчас по нему бонуса нет. Матвей, я уверен, мог бы личинку сейчас одну за вот эту Реваджеру запилить, но в принципе по Реваджеру тоже достаточно бодренько бьет Циклон, поэтому отгонит Матвей. Здесь надо добычу восстанавливать два Реваджера уже Циклону не помеха здесь. Потехать, смотрите-ка, с контролем два и два Реваджера могут быть помехой Циклону здесь. Опять КСМ-ки поехали в бой, по Мареку Fireball не попал, вычинил Циклончика и всё. Ну всё, здесь Матвей справился, ну 33-24 по лимиту и ещё 4 Ро ещё была, делает, боится Циклончиков, лейера нету. Да, давайте вы мне будете рассказывать про Beeline Cup, кто сколько взял, что где было, когда я на нём участвовал. Полетел Медивак, позорных проиграл я там Мин Нирване, но он на то время неплохо очень отыгрывал, я был просто не готов к некоторым темам абсолютно, хотя поумел играть, но нервы, нервы всегда меня подводили на турнирах нормальных. Так, пошло, три фаербулла, как же танк моментально подрезает Блай, но тут Матвей изи справляется, смотрите, с обороной. Что тут не так всё хорошо у Блай, я как посмотрю. Правда, здесь минки давайте своих юнитов будут взрывать, загружается, Матвей улетает, у Медивака 50 хп, нужно им дропаться вообще, вот я не понимаю, линги побежали на мейн, био устроится, стимпак ещё даже не делается, блин, а, или это вообще не био будет, я вообще не понимаю пока, что это должно здесь быть, у Матвея загружается, улетает, давайте на третью, но здесь везде линги у Блай есть, сейчас ещё Медивак может отдать Матвей. Минку, нет бы Минку переконтролить по Линдам, Минка не переконтроль, на Медивак падает, ну, любит у нас такую хрень делать, убиваться сами, как бы, игроки, место полетять просто. Так, а что там у Матвея с биндами ловкого? Матвея очень даже неплохой, 2,360 просто, я бы, там жмёт, жмёт, тык, жмёт прямо. Либератор от Матвей 93,76 с рублайф плюс выходит, мучка не хватает. Матвей так, Либератор неплохо здесь стебает рабочих, я вам скажу, 6 в общей сложности дронов минус. Так, ну, неплохо, тут Королеву одну забрел ещё с хорошим количеством энергии. Ситуация по лимиту очень-очень близка, но, понимаете, уже очень-очень много раз я говорил вам всем, что недостаточно получить преимущество, его нужно, здесь и преимущества-то нету, но даже если оно и будет, его реализовать ещё нужно. донима, про этот турнир я много говорил, а по поводу Билайна ты можешь спрашивать у кого угодно, что угодно, но такие челдоны, как ты, они не знают, собственно, инфы верной, ну, а кто знает, как я, браток, они её точную не скажут, вот, как всё было, ну, вопроса не суть в этом, а так да, Паша выиграл, если бы я не проиграл и не рванет, а, ну, финал поинтереснее, я думаю, был лучше, потому что друг с другом тренились, и я знал, что буду делать, как его на ноль точно не сыграл бы. Ну вот, пошли элегантные выходы, медиваки сзади, танки сзади, просто, ну, с Блайем такие, косяки непростительные, куда ты лезешь-то, скана нет, ой, ой, сейчас один, один, один Микос, это минус Матвей будет, ну вот, танки вообще ничего не прикрывают, хорошо назад, хорошо Блай отпустил, так повезло сейчас Матвею, это жесть просто, 44, 152 по лимиту, здесь забегания лингами идут ещё, но тут Билл стоит, как бы, не смотрю, когда Матвею дали наштамповаться, он даже неплохо отыгрывает. где-то, он даже неплохо отыгрывает. Ну что, 158, 178, лая уже больше, ультралы попёрли, роущие реводжеры. Опять забегание от Блай идёт на лом танки, на муе просто, сейчас все сольются, где щиты у Матвея, я чуть не понимаю, он ещё решил Лаве щиток победить. Раньше же он ничего не решал, просто он забыл их сейчас, это было очень жёстким фейлом, и Блай идёт вперёд, ультралы просто крошат, ой, какой Микос жёсткий, но тут всё-таки немножко разный уровень этой игры показывает, вы видите. Матвей просто разваливается, к сожалению, хотя там дропщик сейчас шатал, здесь вот Блай Ахату я видел только что по карте, но не смог, к сожалению, дошатать. Так, ну что, ждём братка, ждём братка и Кванчи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Так, ну что, ребят, всех рад видеть, браток следующий у нас, браток против Кванчи, ждём начало. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 насколько я помню. Продолжение следует... 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 оказалось то да может что-то получиться так привет джесс юра тоже слушает стрим я надеюсь ты можешь разыгрывать тоже параллельно юре пушки у него просто вопрос а ты свои кидай туда премиумов еще много осталось поэтому нужно нужно разыгрывать их до конца нового года вот просто иногда дублирую как бы напоминай чтобы ну а в этом пошлютят не очень-то просто обыскал и люди тогда будут это видеть и разгадывать тоже тем более дочь 2r здесь вроде он у нас чемпион вот а за твои загадки я разрешаю я разрешаю брать все привет древо мне кажется еще кто там кто сын еще ланчит постарше будет наверно так медведев дмитрий кстати уже ну ладно за конкурс разрешаю брать кэш према но если они будут активированы куда-то на левые каналы просто медведев дмитрий активировал премиум на ваш канал когда их не будет нигде я просил не наглеть медведев дмитрий одел свои эти пейсы шапку то тут маленькую уже подрезал премиум нормально ну да ладно шучу давайте участвуйте в конкурсе сейчас счет же от са подъедут вопросы кстати джейс если будет не влом я себе могу еще дать премов на следующие игровые дни там и группы чтобы на гг года было весело в чатике 130 147 паша дропается в карман планчи пытается держать пока мазеркор выставляет верча же несколько мазеркорс ажу падает мариков достаточно много здесь что так ванчи пытается нагнать только сейчас еще браток давайте ванчи нагонит здесь минка и биота достаточно много улетела поэтому как-то так вашего из-за рождения вооружен и опасен сейчас рванет пристройка завершена так дестабилизатор есть у кончи пока к сожалению он только один навряд ли один перевернет здесь бой кстати интересно здесь адептиками кончи пытается контур хораскорта дестабилизатора нужно ныкать назад а к ванчи на пуе еще двумя одновременно черт побери стрелять что мешает стрельнуть одним прицельно в том вторым вот не понимаю уже бродцы многие в нормальные научились что не надо двумя дестабилизаторами стрелять одновременно здесь опять друг на разводочку пошел уверчаж выставляется так повезло медиваку не погиб здесь паша да это слишком сильно преимущество в начале благодаря вот этому провалу пуша блинк пуша на кванчи и в итоге ну не может он просто держать диспрессинг от братка и браток разбирает и кванчи даже там подстроил лимита некоторое количество в итоге вот такие вот дела нет давно уже не смотрел и не смотрю так фраерок не почему-ка тиран этот волоной пуш не забивает медиваки рабочими что в драке ими танковать какие медиваки а при чем здесь медиваки если рабочие будет сидеть медивак и они медиваках они не будут танковать драки или про что-то пишешь я вообще не могу не понимаю ну а что касается рабочих то раньше да там вол и ход частенько были пуши когда с рабочими тирана кушали в лодке я пока ну именно какой-то шел там с двух баз улын на био там с викингами или чем-то еще сейчас такого не видно пока но там в те времена не было таких видов как адепт там дестабилизатор сейчас тиран возьмет рабочих там адепт плюс один будет и он просто офигеет как они испарятся и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну не знаю, мне вот такие билды от тирана не нравятся. Почему? Во-первых, можно слишком долго разведывать. Нексус спокойно ставишь, там, сталкер что угодно играть. Как-то мне нравится, когда тиран юнит первого строил. Пилон заслоняется. Ну вот, пожалуйста, можно ездить, особенно пока еще и барак не в рампе. То есть, если бы здесь стоял, сейчас реактор бы сюда, запилил еще депошечку, и все закрыто бы было бы. А здесь почему-то, ну вот, на базе, то есть факту спа... Ну понятно, что у тирана сейчас всегда факта строится, с какой-то стороны, ну не знаю. Не знаю, не знаю. Мне кажется, что... Как-то так. Лучше через хотя бы одного Марика или Рипера играть. У школьников знакомое слово, смотрю в чатике, блин. Услышали на стриме. Давайте посмеемся. Так, ну что, Мазеркор вылетает. Кстати, ребят, если Паша выиграет сейчас Кванчи, то на матч Венеров проток против Глая будет. Сюрприз вам небольшой. Квадрат это нормально. Квадрат это норма уже вместо пилона. И не только вместо пилона. С этим ничего не поделаешь. Опять то же самое у Паши. Кстати, вообще такой же билд абсолютно. Так, надеюсь, Адептик вперёд идёт. Вроде как Кванчи решил сейчас... Ну у него тоже, кстати, ранний блинг, но он не будет пушить, судя по всему. Адептик вперёд. Так, не полраскука. Скука премиум уже разыграл. У кого общий есть, как бы тут, ну, участвовать может, но если общий есть, как бы в личном смысле нету. Отдавать нужно тем, у кого нет. Так, идёт Паши вперёд, кстати, опять какой-то интересный пуш, причём жёсткий пуш-то получается здесь. Три циклона в миксе, мариков много. Так, Адепт пытается уйти, уйдёт и должен уйти. Но тут, по-моему, подпулькивают спинку по чуть-чуть здесь. Кванчи решил подраться. А как он хочет подраться с одним имморталом, что-то меня стал, кроме Сантрёв и Адептом. Нет, не отблая сюрприз, а от меня сюрприз, а не только от меня. Принимает бой Кванчи, ребят, это 2-0, судя по всему. Хотя нет, а варп ещё есть, гейты открылись, вроде как 5 гейтов здесь. Так, сталкеры плюс Эморфл появляются. Принимает Кванчи бой для либератора на фокус. И Морфл на муви уходит. Так, циклончик нужно добивать. Добивает Кванчи, циклон. С мариками бой пошёл дальше. Отблинкивают спилкера, как-то они все отблинкиваются. А драться, кто будет из трёх, в бой возвращать надо будет. Верчаж выставляет Кванчи. Кстати, Пулями то в плюсе, причём в серьёзном. Нужно бы подпушить в ответочку сейчас сходить. Да, ребят, помните про то, что призовой вы можете пополнить, естественно, через ггплеер. Кто на твиче сидит, как бы там на гг, на гг, в описании ниже есть под плеером, под стримом, в общем-то, ссылка. Можете зайти и поддержать призовой фонд, если что. Ну и меня и мой канал, не забывайте поддерживать. Так, пошли пробки. Надо проверить, на самом деле, этот интерфейс на Team Liquid, потому что, может быть, уже там вышла новая версия, где это всё пофикшено, я не знаю. Кстати, у Кванчипа лимит, он на десяточку, он в плюсе, нормальный лимит, я вам скажу сейчас. Угас, нет у Кванчипа. У Братка Кванчи уходит сталкером, но и всё равно его вперёд посылает. А зачем спасал тогда? Чтоб на разведку, кто-нибудь такую бесполезную послал. Дефенс дрон, надо идти вперёд, что там этот дефенс дрон. Надо разбирать, разобрал Кванчи дефенс дрон, 125-126 полимит. Вот сейчас ситуация очень хорошая, чтобы вперёд пойти, на самом деле. У Кванчи, но он почему-то не хочет вперёд, идти упорно. Сейчас можно призму добавить, рейндж подождать и идти наказывать просто спокойно. Колоссов уже пару штук сейчас будет. Так, здесь какие-то забегания, плюс дробщик на мейн попёрт. Здесь дробщик дробщиком, но два пилона здесь есть на направлении дропы, поэтому можно два оверчажа выставить будет. Так, вырубается оверчаж раз, оверчаж два. Пошёл варф адептов. Здесь отобьётся Кванчи, отбивается. А дропу в это время ещё и врыв лоб принимает. 142-133 полимитов плюсик Кванчи. Поймёт ли он, что ему вот сейчас прям нужно реализовывать всё это дело? Пока Кванчи не понимает, что ему вот именно сейчас нужно реализовывать, на самом-то деле. Видите, все врывы? Не заметил обсервом, что враток улетел. Вот сейчас обнаруживает дроп, но ведь здесь лимит сидит, и здесь на карте ходит небольшой лимит. Почему бы не ворваться? Кванчи пока не хочет врываться. У него 2-2, в принципе, у вратка. 1-1-2-2 не делается, но вратка крайне опасный грейд сейчас. Освободитель. Дальнобойные баллистические орудия. То есть рейндж-либератором. А это очень опасный грейд. Пробка здесь ещё в бою поучаствовала, попилила вместе со всеми. А, у Кванчи это штатная боевая пробка, она входит в миксе, в куче. Так, дропчик на мейн. Пытается в Кванчи уйти, браток уйти, уйдёт вообще. Ну, ушёл, ушёл. Грелки догнать. Получится, был бы здесь, был бы от Мазеркора. А, энергии нет, у верчажа не было бы. Ну, Кванчи, Грелки, браток не летит вперёд. В итоге отдаёт, в общем-то, дроп на ровном месте. Так, здесь зал дестабилизонщиком пошёл. Пару мародёров сбривает здесь дестабилизатором Кванчи. Браток СССР, Нексус, простите, отфокусил Кванчи, нужно сразу же восстанавливать. Он это делает. 160-135 по лимиту. У братка 4 базы. Но, может, всё-таки сейчас Кванчи выход-то сделает, наконец-таки. Да, наверное, он сделает. И можно варпить. Здесь, как бы, пилон есть. То есть, варп быстрый будет на Нексусе. Я вижу, там, Старгейт. Я вижу, то есть, выход идёт в... Так, Кува Фрэнт взяли. Спасибо за информацию. Сообщаю людям, что Кува и Фрэнт взяли две квоты. Чё-то Кванчи пришёл и ушёл. А чё он боится-то, я не понимаю? Обойди-то вокруг-то, ё-моё. Здесь 4 либератора, они не перекрывают всё направление. Видно по Сенсор Тауру, что здесь база. Кванчи решил, что пободается в макро, судя по всему. С братком отступает домой. Будет ждать Темпестов он. Ну, либо Карреры. Ну, не, ну Карреры не строятся в таких ситуациях. Темпесты тоже. Решают очень-очень хорошо. Ну, что-то меня беспокоит. Судьба братка-то как-то. Он с Кванчи как-то и в равно играет. Хотя Кванчи плакал, шню 5500 ммр. А на самом деле-то подготовился здесь, подготовился Кванчи. Кванчи в пиджасике. Ох, здесь Грелка Либератора встречает. Куда ты летишь, дружок? Говорит Паша. Либератор полетит на вторую базу. Грелка нагнать не может. 3.5, а этот Гар 4.70 летает. Ну, Темпест, этот боевой корабль. Ротосов наказывает этого Либератора Мазеркор. Телефортнулся. А что Мазеркор здесь забыл? А, типа. Фига Кванчи, короче. Чисто по скиллу Уверчажа прилетел здесь стабилизатором стая. Здесь выход от братка идет. Фокус-то будет медиваков. Младдин спокусил, но в нем ничего не сидело. Вот в чем проблема. Темпеста на Мэнни, плюс Грелка. Дропчик на третьей базе. Ой, на второй, простите. Надо бы его отбить. На Мэнни будет дроп. Кванчи все армии просто. Эфа, клик. Давай, поехали, короче. Побежал туда. Браток в это время 200 накопил. 2-2 грейды. Там плюс 1 на воздух у Кванчи. Так, я не смог поймать здесь ничего. Дропчик на Мэн. От братка идет через пилоны. Пролетает. Кванчи мимо вообще где-то там тусуется. Вот, все, все. Дайте контролаты. Что я не поставлю? Так, дропчик на Мэн. Пошел. Кванчи телепортнулся. А вот телепортатор Кванчи, я бы сказал. Хорошо прилетело от дестабилизатора. Минус третий. Нексус идет здесь Кванчи. Здесь рабочий. Причем 30 на минералах. 6 на гад. 36 рабов. Причем браток решил так, что не будет давать им шанс этим рабочим сделать. Это минус вся экономика у Кванчи будет. Но у него 3200 есть ресурс. Но браток дропнулся наверх на 9. Здесь Нексус отсек. Уничтожил. Либераторов миллиард. Браток даже без медиваков играет. Да нахрен, конечно, ему медиваки. Кванчи сам тут удается. Ресурсов это кажется, что много. Кванчи говорит, что-то как-то изи выходит. Вот 2.0, браток. Ждем братковая. Так, надо мне написать. Ресурсов это будет. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Былая будет. Былая будет. Былая будет. Так, что там происходит-то? Былая будет. Так, голосовал купили. Ну потом. Что там происходит-то у вас в чатике. Тормозите уже. Господа хорошие. Сейчас я на ваших глазах справлюсь. Былая будет. Немного. Былая будет. Былая будет. Былая заедет. Былая будет. Но тут больше. Сила угля, блин. Сила угля, блин. Сила угля, блин. Киану 1 активировал премиум на ваш канал. Так, а что 1865-й? Где-то такое написано, это интересно. Вот. Всем предупреждение, не завязывайте там это. Ванчи ничего неплохого не сказал. Его затроили. Ну так Шикалов тоже к успеху шел. Но на двадцатку прилетел в итоге. А Алиса на часок всего наказывает. Поэтому тут ничего не поделаешь. Поехали, ребят. Ванчи против Матвея. Матч Лузеров сразу. Потом Винерский матч и Десайдер матч. Для повышения интересности, так сказать. Так, кстати, что у нас завтра днем? Вот я хочу по стриму посмотреть. Так, GPL. А, Африка Старлига у нас завтра в 13.00. Вот это да. Вот это да. Ну Африка Старлига я обязательно постримлю по первому Старику. Приходите. Играет года. Завтра группа номер два. Будет играть. Другой из три семерки. Чем закончилось? Чем закончилось? С переигровками. А результаты ты их сможешь увидеть в группах. Так, что-то к ванчи тут разошелся. Вот. Сейчас. Ну, хотя. В принципе, тут уже отыграно. Ну, предупреждение, я думаю, надо вынести за флут по-любому. К слову дать. А нахер ты играл-то отборочное? Не хочешь не играть? Че за, блин? Короче, ладно. Не буду. Не буду я это все комментировать, ребят. Здесь рипер у Матвея. Он летит вперед. Здесь ксм вернулась. Пробку ей домой тоже спокойно, на самом деле. Вот. Миксусочек. Все стандартно. Пошел варпы. Мазеркор. Сейчас будет адепт, видимо, заказан. Да, вот он заказан. СССР готов. СССР готов. СССР готов. Давай, удиви меня. СССР готов. Так, ну тут рипером летает Матвей. Ну сейчас в кванче минуснет рипероса. Так, у нас стоит апсерверская, а не судья, поэтому... Ничего писать не буду. Сам напишешь, короче. Так, ну успел мы от Вейд-пошечки закрыть. Хорошо. Так, танчик передвигается. Вот Матвей, что-то, блин, я не знаю, что он боится двух адептов. Выйди вперед, отгони их. Но тогда они смогут, например, сюда попытаться залететь, и это будет не очень. Через стим играет здесь Матвей. Пошла депошечка. Одной депохи не хватает, насколько я вижу. Так, здесь эмортл, робо-бэй. Будет колотик. Сейчас блинк уже есть заказан. Третий некст, что мне, ну тут нечетко все панч делает, на самом деле. Макс, активировал премиум на ваш канал. А, ты что ли... А, ты, короче, следующий выигрывает, только потом даешь, или я не понимаю, премиумы. Вот. Ну прикольно, я просто граф вопрос. А где эти, там, Близзарда, где-то там написано года рождения, там, Диратулы, или что-то, я вообще даже не знаю. Вот. Третра Твиллер. Ну, не знаю, Кванчи. Короче, там история была. Прилосер активировал премиум на ваш канал. Третра история, что, короче, Кванчи, ну, хотел отдать свою фото Хеллрейзеру, е-мое. Ну, у нас по наследству не передается, там, или, там, по цыганским таборам, там, к узам, к ровным, там, я не знаю, там, если, там, под хвоста прикалывали друг друга, там, тоже нельзя передать, как бы, никак. То есть, только, если ты сам прошел, и все, как бы. Либо, вот, если, как, дисквалификация, да, я, конечно, переигрую. Но, никак иначе. Хеллрейзер просто очень хотел сыграть, но он студент и учился в это время. Там такая инфа мне, я уже писал, что Кванчи игрил, или кто-то, или Хеллрейзер сам говорил. Не смог на всех квалях сыграть, но, к сожалению, к сожалению, как бы, к сожалению, он, поэтому, не прошел, там, в одной или в какой-то, но мы-то не виноваты, что он не мог играть, просто, в кучу он прикол. Так что, тут, ну, надо было постараться найти время, как бы. На 4-е-то квали можно было попасть, тем более, мы делали в вечернее время всегда, чтобы, как бы, было после. Вот. Ну, а что поделаешь? Еще турнир не последний, это в любом случае, в жизни. Тут новогодний, как бы, наверное. Самый крупный за последнее время, это, говорю, года, как раз. За этот-то год точно, наверное, я думаю, СНГ-турнир сделан, как бы. Ну что, что еще есть-то больше? Нет, ничего. На Вики искал, понял. Угу. Так, еще пару мародеров здесь бревают планчи. Но прикол в чем? Здесь танк есть, как бы, но он не прикрыт био. А здесь есть либератор, который не дает планчи прийти назад. Но планчи больше лимита на, а, уже на порядочную цифру, чем, а, чем Матвеев. Матвей пытается, тем не менее, давить. Вот сейчас планчи телепортнулся, надо складывать, перераскладывать либераторов. Их 4 штуки. Почему он вообще одного сразу здесь не переразвожил, я чуть не понимаю. Так, зал с дестабилизатором пошел. Одного мародера сбрил этот дестабилизатор. Либератор пролетает вперед. Нужно ближе еще раз складываться сейчас. Как ванчи бомбить, а, больно. И как Матвеев умудряется так попадать вообще? Бродцы думали, что Пакхалек Воту могут передать. А там Тиранвик своей хитрожопостью всю Кхалу осквернил. И все, короче. Ничего не сделать. Уже ничего никуда не передать. Высшие создатели Ксилнага пофиксили, короче. Рассекретили план. И Сара Керриган не будет никакой. Плакать не надо уже теперь в чате. Играйте, ребята, турниров. Будут еще турниры. Будем и мы делать в том числе. Может быть, если, я не знаю, найдутся люди, которые поддерживать будут. Может быть. Ну, как по ГГ года тяжело будет много в течение года по призовым такие делать. Но будем стараться ничего не делать. Так. 150-98. Кванчи собирается выигрывать, по-моему, у Матвея. Кажется, у Кванчи спортивная злость появилась еще. В чате что-то там потроллили. Я даже не видел, что там писали, как бы. Вот. Он решил, что надо, короче, через десайдера выходить, проблевать Матвея. Приходит 55-43 ГГ и пишет Матвей. Кванчи 1-0, ребятки. Вот так вот. А вы говорите, Кванчи, Кванчи. Кванчи. Канчи. Канчи. Кванчи. Кванчи. Продолжение следует... Еще, ребят, я проверю форум. Так, какие-то версии тут новые есть, короче. Продолжение следует... Так, ребят... Какой-то там вышел интерфейс... Сейчас я быстренько, короче... Так, здесь 2.7. Улучшение завершено. Так, все, извиняюсь, короче. Планщи 1.0 ведет. Сейчас, если, короче... Эта игра будет последней, то я интерфейс попробую проверить там, работает что-то или нет. У панца... Я понимаю, что здесь, скорее всего, передроп... А, вот это зачем здание такое ранее? Так, чуть не вижу я, Джесса. Планка завершена. Так, я за рожь за грошами не слежу, не на мне кидать. Вот, ребята, Джесс, ты там тоже схочешь, разыгрывай, как я эти грилы уже, премиум. Вот. Так, пилону куанчи попер. Так, передроп минок, а почему без окопки ты не дождался? Я что-то не понимаю. Что матвей делает? Такого мертвого дропа я просто даже представить не мог. Летел через рабов через всех и дропнулся, где их нет. Ну что это такое-то вообще? Как это называется-то? Объясните мне, пожалуйста. Называется дырявый дроп, дырявый контроль, ё-моё. Здесь что-то пробка была уничтожена. Однобазовая элегантность тут у куанчи вообще с призмой. Есть пилон прямо на второй базе у Матвея. Ему бы сейчас запилить здесь бункер хотя бы. А-а-а-а-а-а-а-а. А-а-а-а, ты после него. Всё-то отлично. Ну что, две минки прилетели с закупчиком. Минус десять пробок. Тринадцать рабов всего осталось. Ну здесь выход от куанчи идёт, и он вот так... Танчиком фо-ку-сить надо юнитов обычно. Вот, например, ключевая. Здесь центряк. Этого ничего не делает Матвеев. Приходят куанчи и выносят его просто в лоб с призмой и имморталами. Выходит либератор. Успеет ли он разложиться? Разложиться-то успел, но... Хватит ли этого для обороны? А больше у тирана СС уйдёт, и это важно очень. Если уйдёт СС, значит и тиран уйдёт. Вот, тиран, точнее, будет жить. Так, либератор перераскладывается. Танчик что-то... Не понимаем, почему делает Танчиком-то такой бред сейчас Матвей. Либератор разложен. Варп под либератора. Это вообще какая-то... Незусветная тишина. Юр Салачи активировал премиум на ваш канал. ГГ пишет Матвей. 2-0 куанчизи. А чё ты плакал вообще? Вот. Так. 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 Так, а вот и сюрприз, ребят, подъехал. Алло. Алло, алло, привет, не нормальный голос? Да, Ватём, да, голос нормальный и слышно нормально. Ну, супер, да нет, тут просто проблемы с микрофоном постоянно, иногда я говорю, как из Дональда Дака, вот, но такой вот голос какой-то странный, поэтому сразу спрашивают. Да, здравствуй, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте, зрители. Ну, рассказывай, как у тебя дела? Слушай, да хорошо всё, я просто приболел эти пару дней, поэтому даже успел зайти в StarCraft поиграть немножко и вот сейчас вот, ну, хотел участвовать в этом турнире, но уже было поздно, как оказалось, вот, соответственно, то есть решил хотя бы постримить, увидеть вас всех, всю публику. Да. Мы решили в этот раз просто сделать без инвайтов, потому что, как бы, ну, уровень сейчас не дико прям высокий, есть Блай, есть Трэндж, как бы там и другие игроки решили, вот, что лучше так сделать. Так, пойдя тебе в группу за инвайт или там или нет? Да, Баби Мэйджик, Сергей Родионов, да, всё здесь. Да, да, да. Всё здесь. Ну, ваш, так как дела? Вообще, что на сцене? Я просто вообще не слежу абсолютно, то есть. Так, секунду, сейчас Блай что-то пишет. Вот, слушай, да, что касаемо Старкрафта, так, вроде всё спокойно. Единственное, что вот в Лотве как команд как не было в ходсе, так и нет, и вот в СНГ уровень оставляет желать лучшего пока. То есть, бьётся Блай, ну, Блай, а Acer команда, да, там, по-другому, Team Expert называется, у других особо нет ни у кого, но, то есть, есть игроки, которые по ММРу неплохие, но что-то вот тяжело конкурировать, потому что, ну, не знаю, следил-то или нет, европейцы вроде сейчас пока и с корейцами так бьются более-менее, вот, ну, посмотрим, что дальше будет. Так, тут такое дело. Ну, а в плане самой игры, ну, лично мне как-то больше нравится. То есть, как-то что-то ближе к первому Старкрафту такое, нет вот трёх базовости, что ли, как в ходсе, там, ну, может даже там к Волу ближе как-то, не знаю. То есть, ресурсы кончаются, там базы строят, не знаю, как-то поинтереснее, кажется, стало. Ну, слушай, ну да, на самом деле, думаю, если бы Лот ввели вот в тот момент, когда мы ещё играли вместо ходса, я думаю, всё пошло абсолютно иначе и, ну, публика и сцена ударили. Ну да, вот как-то он подъехал, вот, то есть, я как и говорил, что вот те и свармхасты, и какие-то неудачные решения ходса немножко вот, особенно по СНГ, ударили, конечно, в какой-то момент. Ну, унывать тут. Да не только по СНГ, я думаю, весь абсолютно StarCraft, то есть, умер, по сути, мне кажется, в любом случае, на Европе, ну, вот я захожу, допустим, сейчас доиграем, там, 5600, что ли, 500 ММР, то есть, ну, и вообще какие-то стримы, когда смотришь, видишь, что уровень игры очень низок. То есть, даже когда мы тренировались в Воле, у нас прям была игра точно до, ну, там, микро-моментов, то сейчас огромный провал во всем, всех. То есть, ну, это плохо. То есть, видно, что люди не вкладывают столько сил, как это было раньше. Вот это вообще фигово. Слушай, ну, не, ну, тут-то я полностью не соглашусь. Просто, как бы, видишь, не у всех. У Топа-то там все нормально. Просто игра новая, и еще, как бы, ну, нагоняют пока уровнем. Видимо, как бы, что сказывает в тот момент, что, ну, как бы, какой, ну, что да, что новое еще пока, вот, и не успевают еще пока. Что еще и корейцы, ну, пока не нагнали. Ну, у корейцев, как видел, тоже там, как бы, много. По корейцам, да, ударило, как бы, сильно сейчас. А в Европе, мне кажется, как было примерно, так и осталось. все. Не то, что, как бы, а даже вот команд нет, курсы валют жесткие и тяжело куда-то выехать даже кому-то. Даже пусть, пусть там не для выигрыша турниров, а даже и присутствует они особо очень редко. как бы кто-то где-то есть. Ну, да, то есть освещение турниров, мне кажется, все же не так, как раньше. Ну, все подавляло, но в любом случае есть, приятно смотреть, на самом деле. Вчера заходил на стрим Димаги, то есть все, как бы, классно, не знаю, смотрится. Ну, да, Дима тут, ну, что-то вот браток, Димага тут, смотрю, КАС немножко активизировались, поигрывают, так что так. Да, кстати, этот, где ты там работаешь, много вопросов. Бывает, иногда задают, да, вообще нет. Да я в банке, Тинькофф, работаю с юридическими лицами. Вот, получается, открываю расчетные счета именно для компаний и пешников. Ну, это тоже такая скрытая реклама, кому надо, обращайтесь в пользу слышал. И на какую-нибудь пустоту ушел, просто прорекламировал. Вот, и все. Не, ну, то есть так-то нормально, видишь стабильно, все хорошо, то есть мне больше нравится, чем играть. То есть здесь, когда играешь, видишь огромное количество психов каких-то там, неурядиц постоянных, блин, там, то баланс тебе не нравится, то еще что-то. А здесь как бы просто, ты просто делаешь свою работу, ищешь людей, компания, то есть все нормально, все хорошо. Ну, понял. Ну, будут знать те люди, как бы. Ага. Так, а вот браток в интерфейсе, они подчеркали, нет? Не написали. Слушай, вот в группе там что-то происходит. Какой-то движняк. Так. Может, нет? Что-то. Так, что, браток вышел, что ли? Я не понимаю, что происходит. Слушай, а браток вообще в группе есть? Не видно что-то его вообще. То есть они читали, черкали карты в группе, когда браток не в группе, да? Так, вот я предлагаю братка в группу. Все, теперь пять в группе, да? А где, слушай, там револьвер получается, где Коугар? Кто там еще играл? Слушай, ну, Коугар играет, как бы. Вот он прошел, вроде, квалификацию. Просто молодые махинаторы недавно. Тиран Вик там играл с чужого аккаунта, вот. Пришлось, как бы, его, ну, то есть он утверждал, что это его друг, а в итоге играл еще один участник, который Коугар получил вместо его. Хотели они обмануть, пришлось их, как бы, дисквалифицировать. Вот в итоге Фрэнт и Коугар получили Коугар. Вот здесь револьвер, как обычно, у него там горит, как и раньше, и он там на последней квалификации сгорел, сказал, что у него сетка плохая, все подстроили, чтобы не выпустить его, бедного. И вот так вот, короче, в итоге произошло. Знаешь, когда я иду, то вот ничего не меняется, по сути. То есть ты заходишь, и одно и то же. По сути, то есть, факт видишь, ну, как бы стиль игры есть, и манеры изначально от тебя зависят. То есть, ну, револьвер, как всегда, я думаю, будет, ну, что делать, то и делает, да? То есть изначально играет какую-то фигню, потом кричит, что все виноваты. Вот, то есть... Ну, да, бывает. Не, ну, он, как бы, то есть с такими периодами, были моменты, что он там и Весга выиграл российскую квалификацию, то есть первое место занял, но что-то то тренется, то не тренется, как бы, в итоге вот такие вот происходят пробелы. То есть надо, сам понимаешь, стабильно играть постоянно, как бы, чтобы в Старкрафте именно тащить, как бы, и быть на стабильном уровне. А когда так, ни то, ни сё, тогда, ну, тяжело в итоге, очень. Вот. Ну, так. Это, конечно, соглашусь с тобой. Так. Что там они? Покидает группу EpicNube. Это же было пять минут назад. Так. А, всё, там, короче, там что-то в группе карта не видно, как бы, и... Короче, непонятно, что-то происходит. Так. А, ага. Слушай, а Веск, это же был какой-то турнир в Китае, да? Или что это такое? Бенбеник, Игорь Беник, активировал премию на рожках. Слушай, он пока ещё были отборочные, но сам турнир будет в январе уже, после Нового года, как-то там, в середине. А, это если револьвер поедет, да? В Китай, от России, получается? Нет, нет. Там была, короче, квота на евро, как бы, квалификацию, где потом была она в Киеве, короче говоря, и туда вот ездили. Револьвера Стрэндж, по-моему, они там проиграли, в общем-то, в Киеве. Вот, то есть это была квалификация к общей квалификации, типа. То есть такого, как раньше, что для СНГ отдельно такого вообще, как бы, ну, нету, в принципе. А сам Веск финальный, да, он где-то там в январе будет, там такие призовые, серьезные. Ну, я видел там, да, крупные деньги. Что-то там 1200, по-моему, первое, ну, или 100, там, не помню. Ну, короче, близко к Влескону, там, короче, китайцы вливают денег много очень сейчас во все. Да нет, видишь, здорово, когда турниры с гарантированным призовым фондом. То есть помнишь, когда мы ездили на АЭМ, все гарантированно получали хотя бы по 600 долларов. И по нынешнему курсу, в принципе, это хорошие деньги. Ну да. То есть, в любом случае, ты летишь, ты уже играешь свободнее, потому что ты знаешь, что какую-то сумму ты уже выиграл, и игра легче идет. Когда там призовые просто три места, а то и одно, помнишь, как было на ВКСе год года пятнадцатого, что ли, где этот выиграл? Ну, кто там выиграл? А, SOS выиграл. То это реально, я считаю, что это не круто для игроков, да и для зрителей тоже. Игра все равно, когда ты, ну, не одержишься, проще идет. Ну, игра проще. Согласен, согласен. В этом плане согласен. Брус-2 сейчас, получается, как все вот эти системы изменили, то есть, проходят игроков меньше. Вот. Но, как бы, всегда есть призовые. То есть, если ты уже вышел на уровень, как бы, да, определенный, ты всегда будешь что-то там с этого получать, как бы. То есть, там три сезона в год ВЦС, там другие турниры, короче говоря. Вот. Но уровень сейчас, как будто, именно самого топа Европы, то есть, там же объединили. Корея отдельно, а весь мир отдельно, как бы. То есть, он все-таки высокий и, ну, не сказать, что недостижимый прямо, как бы. То есть, раньше, ну, получалось всем там, нам что-то там проходить куда-то. То есть, и здесь было. Ну, да, какие-то сенсации делать было дело. Не, я видел какого-то американского протаса, Ньюб, да? Он хорошо тренируется. Ньюб, да, да, да. Ну, он как-то удивил. В Корее всех забрил на Каспакапе. Там пробрил вообще всех. Ну, там ПВП. У него там просто какое-то дикое ПВП. Он там 4-0 в финале там победил. Ну, потом что-то вот он, вроде уровень есть, но пока, ну, всех не пробрил еще как-то еще. Так что такое дело. Ну, так есть там, ну, как обычно, Снут, Нерч, там Ютермал сейчас в Европе там просто наказывает. Скарлетт, там еще кто-то вот. Ну, такие. Человек 10, человек 10, там 15 как бы не корейцев есть такого хорошего уровня. Ну, это кто-то. Не 15, но человек 10, наверное, да, такого хорошего прям уровня. Так, тут в чате кто-то денег просит, я смотрю. В техатке враток слева. А, там, там, да, да. Ну, вот эти боби-мышек что-то пытаются работать. Что-то, что-то недолго черкает. Я не понимаю, что происходит. Не решить, кто первый черкает там, что ли, или что? Так. Угу. Блин, да что за бред, какая разница? Так, кто черкает первым? А, здесь не обновлено нифига, короче. А, нет, обновлено, почему? Влай враток. Влай первый черкает. Напишем о том. А, вердос, кстати. слушай вердос он какой-то ну как обычно вроде как бы волнами у него то есть наступает какой-то сезонное обострение у него опять то он как бы тренится то потом и пригорает уходит дотус такими учета ну как как арчи и в этом плане тоже ничего не меняется ну все счетом паш не согласен обычно первым как бы не очень черкать или а б а б просто баба про лз слышно мучиться да все ли учители работают там тоже как-то поначалу лоту описал что ну я там ну не что-то собирался поиграть а потом у меня последний писал я говорил что какой-то он там баркрафт с кем хотел открывать в ростове кафе какой ну да я слышал то есть какие-то деньги инвестировать который он выиграет но это крутая идея но мне кажется про граф это не особо зайдет ну в москве может быть как бы ну в ростове ну или ты ему видней тому же ему надо смотреть как бы это вообще не в курсе происходит вот фраер там кстати чё там с фраеровскими а надо ему отдать вот фраер зубы там делает зубной техник вот у себя там в крыму всяк занимается своими делами а чё паша делать какой паша ну браток вот он сидит как ничего не да уже пятнадцать минут мы ждем пока проток черкнет карту чё там паша не нравится тебя привет всем пацаны кто недавно пришел вот ждем короче братка в лайм и с артемом тоже что-то непонятное происходит короче вообще так чё там чё там и чё там чё там и Так, короче, что-то вообще непонятно творится. Что-то про то, чем занимается, непонятно. Мне кажется, в жизни было пофиг карты чиркать, то есть особо чиркану, да и все, что. Да, не, я не знаю просто там, что за принципиальная стакан, ну, за 15 минут мы ничего решить не можем. Ага. Плюс мой пул, насколько я сейчас вижу, из старых карт сформирован, достаточно сбалансирован, уже большинство было. То есть, поэтому, сяночка, это бред. Короче, я не знаю, сейчас, сейчас что-нибудь решат. Я думаю, что-то я вижу. Я не знаю, я знаю, что-то купил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну да... Ну... 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 Я так отмену представляю, что ты играешь хуже, чем Блайк Кастренчу Гуру. Кса подчеркивание, кса поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, имх и надо банить обоих. Это тупо какое-то неуважение. Какой дурак еще будет смотреть на чат, где двое выясняют, кто первый черкнет? Так. 25 минут машины. Ну да, на самом деле это неуважение к зрителям, потому что 25 минут выяснять, то есть это не вариант вообще. Не, его принципиальность с одной карты. Не знаю, у вас же есть студия, пускай он как бы вынесет свой вердикт, что Блайк, ну там браток второй, все, на этом закончили все разговоры, не нравится, блин, ну уходи, значит, с турнира. Ну это слишком просто, там, ну 3 минуты прошло 5, ладно, ну не 25 же, господи. То есть я вообще не понимаю этого. Ну логично, что да, у Блайк на самом деле посев должен быть выше, по идее. Он уже прошел первый квали, а не второй. Так нет, посев вообще, квали посева не было, то есть как бы смотрелось. Примерная сила игроков на данный момент, как бы, Блайк, Ат, Гуру и Стрэндж, но они как бы явно посильнее братка сейчас на данный момент. Ага, понял. Вот, то есть и мы поставили просто для удобства составления группы, то есть 4, первая корзина, вторую, ну чтобы как бы раскидать по группам самых примерно сильных и все как бы по-разному. Вот. Ну, короче, я предлагаю мешаться тебе, напомни, написать что-нибудь вовеское, потому что это, ну... Нет, ну тут из-за разошел, сейчас он напишет. Объясняю ситуацию. Тишина привез, впечатление игроков по побединам. Не знаю, мне кажется, это все глупо, потому что турнир все же, наверное, более дружеский и правильный характер несет, нежели чем какое-то соперничество. Прошли к Новому году, к праздникам, к чудесам. И вот, и вот, и вот. Я... Нет, все-таки как бы... Все-таки я не вкуриваю, короче, в чем прикол, ну, просто черкает там, кто вообще там раскидывает. Я не понимаю, там по факту, блин, стратегия, господи, Блай пойдет рачами каким-нибудь бушить сейчас двухбас. Все, браток будет, не знаю, там, дропать. Вот весь расклад на игру, господи, за чего, какая разница? Не, просто, то есть, не, стоп, то есть, оба черканут по одной карте, как его, то есть, а в чем прикол? Ну, прикол тот, кто будет выбирать первую карту, это принципиально важно, видишь? То есть, выиграть первую карту, ну, выбрать для себя более оптимальную, чтобы на ней круче сыграть. А, ну, может быть, так, короче. Я вот любил, помню, раньше Daybreak очень сильно, и ты играешь на Daybreak, и тебе реально там комфортно. То есть, дальше идет какая-то другая карта, вот Ваня, допустим, да, она уже не нравилась, там, куча была всяких приколюх. То есть, все, то есть, ну, в другой стране, опять же, говорю, видишь, это было принципиально важно, когда там карты только велись. Из-за того, что карты уже старые, мы на них уже отыграли, там, по несколько тысяч игр, то, в принципе, каждая карта уже как дом родной. Да, там есть свои, ну, минусы, но ты к ним уже привык. То есть, поэтому я вот этого не понимаю, зачем столько букв, слов и... Кудэ админ и объективный посев. Я не знаю, почему браток так себя ведет, он же обычно очень там майнерно подходил, и ему было все-таки не плевать, потому что, типа, я браток, я всех выиграю. Нет? Ура, 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 ура. А только были призовые на первой квалификации, да, или на всех? Что ты говоришь, Артем? А группы были призовые только на первой квалификации или на всех? Нет, на всех были, на всех были призовые, вот, причем, как бы, ну, мы специально сделали, чтобы было у всех побольше людей шанс, чтобы, как бы, ну, кто выиграл, там, кто прошел, точнее, в квалификации, в первой. Даже если он приз не выиграл, он не может, там, в остальных участвовать, вот, в чем прикол. То есть, клайд оброшел, он не мог участвовать, а враток смог, он, как бы, потом выиграл. На самом деле, это прикольно, как бы. Ну, потому что, ну, как бы, игроки есть молодые, там, и так далее, чтобы, как бы, им попроще было, там, и сетка попроще. Не, не, это правильно, то есть, абсолютно, это прекрасно. Это и приятно, в любом случае, выигрывать деньги с игр, там, тем более, когда ты еще не особо привык к призам, да? Ну, да. Это классно. Ну, все, ребят, наконец, сейчас игра начнется, мы что-нибудь посмотрим, я что-то уже приуныл, если честно, с этого всего выяснения, вот. Да ладно, что-то полчаса просто, 33 минуты сидеть, смотреть на чат. Беселье-то хоть добавляй. Ну, да, ну, хотя люди любят, да, вот эти все, бригары, там, расследование. Да, ну, там, бригары, то есть, да, эмоции, классно, здесь просто какое-то непонятное. Ну, да, тут понятно, что. Не, ну, я не знаю, видимо, да, у Пашки-то был, там, эта идея, ну, там, на вот это все дело, как там это все сыграть, там, может быть, прям до карты продумано. Ну, блин, я сомневаюсь. Ну, я тоже сомневаюсь, я вот, когда всегда играл, ну, там, ну, не, я понятно, что, как бы, ну, какие-то карты больше, хочешь, какие-то меньше. Ну, в любом случае, там по одной черкается, остается пять, как бы, ты там сыграешь свои карты так и так, потому что, ну, там, только одну максимум может твой оппонент убрать. Причем, на Бо-3, если играешь, то это решает, вот, знаешь, а Бо-5, это че, пять карт, вообще пофигу, ну, одну ты слил первую, это вообще абсолютно параллельно. То есть, в любом случае, вторую ты играешь свою уже карту, то есть, один-один, типа, будет счет. Если зайти только из карты, низу уровня игры. Ладно, мы начинаем игру. Ого, тут. Вспомнить бы все клавиши, что тут есть. Ресурсы, доходы, расходы. Да, слушай, ну, у тебя-то стандартный, наверное, интерфейс, сейчас, как бы, геймкартовский такой, а чай специальный, вот, у меня, например, там, ну, многие, кто стримит, делают, вот, ну, там, на стандартном все тоже есть, на самом деле. Ага. Ну, да, нет, все нормально. О, смотри. Что? А, о, револьверчик в чате. Смотри, у нас регейм, что ли, или че? В смысле? Нет, не регейм, все нормально. Ну, в плане того, что пошла прокси-хата, я была поставлена на сотку позже, как монет. Ну, я же сказал, вот что я сказал, будут роучин с прокси-базы, прошло 5, блин, лет, просто. Что делает блайн прокси-хату? Вот, ааа, это, игра просто вообще не меняется. То есть, за день я буду играть не знаком, вот, люру и брудов. То есть, все, зайдет, там, я, ну, опять же, там, вот, браток будет дропать, да, там, кто там, стрейдж играет, по-моему, какой-то полумакро, какие-то пуши более-менее адекватные. Не, ну, он сейчас тоже практикует, но меньше, все-таки отблая, отблая, вот, он просто, ну, уже знаешь, как бы, то есть, он очень-очень многих, ну, ты даже некоторые знают, что он будет делать, он все равно выигрывает, как бы, но, вот, когда посильнее более-менее кореец попадается, или какой-нибудь игрок, то есть, ну, там, просто, как бы, смотришь и думаешь, блин, пора уже, ну, как бы, забыть про прокси-хат, по крайней мере, на какое-то время. Вот, и, чтобы, знаешь, удивлять, и, как бы, уже, Блан не удивляет никого, и, вообще, как бы, кто знает его более-менее. Ну, как не удивляет? Тут, получается, смотри, что, тут, анг, марики, сразу, без, а, нет, риппер, нет, риппера не было, была разведка, как раз-таки. Ну, да. Нет, ну, позднее, стандартное, стандартное, поздновато, мне кажется. Ну, вот, браток приезжает, видит хаты, нет, ну, просто, например, сейчас, допустим, да, как бы, браток может сказать, блин, типа, короче, я должен был быть посеян, как бы, и, ну, типа, как бы... И не увидеть прокси-хату. Да-да-да, и не увидеть, в главе прокси-хату, просто, в итоге, как бы, ну, то есть, тут, я не знаю, ну, это же очевидные моменты, по-моему, такие. Слушай, а хорошая стратегия, кстати, она сейчас меняется С, а, получается... Вот, коровыч потом идут. Нет, тут, как бы, если вот так вот играть, то есть, это, понятное дело, что, да, тут даже, если на ХГ, как бы, сверху находишься, и то, все печально, может быть, потому что, здесь нужна факта, здесь танчик нужен, там, циклон, я не знаю, что-нибудь такое у него. Вот, все, приходят два ровных пацана, причем забирается марик, он не успеет, нет, успеет закрыть. Нет, ну, подожди, стой, тут четыре марика, еще два строятся, шесть марика против трех рачей. Ну, нужен бункер, 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 300 монет, много, много денег, проток, что-то недоконтроливает. Ну, бункер просто сразу не успел, все, б раньше хату увидел бы, он бы, и здесь бы успел бы бункер пильнуть, видишь, через... Ну, факты нет, просто, что, перебывая, факты нет, это же плохо, марики разваливаются. Ну, конечно, тут ведь еще реведжеры есть, в которых есть фаербольчики, которые... Какие-то, с рейнджа... 1-0, это все. Это точно все. То есть, это нелепая, вообще, какая-то отдача. Ну, вот, ну, просто, я не знаю, причем здесь по себе, расскажи мне. Какая разница, какая бы это была карта? Или что, на этой карте бы просто какая-то отдача? Не, ну, может быть, как бы, можно съехать на то, что есть разница в какой-то игре бы произошло бы, я не знаю. Какая разница? Ну, по-моему, разницы мало вообще, конечно. Блай видит соперника, ставит проксихатов. Это все, что... Страта работает. Ну, да. Не, просто Блай, он, как бы, на любой карте ее ставит проксихатов. Просто может поставить. То есть... Тем более, Блай хитрец, он сейчас, может, решил, как бы, да, что, вот, типа, все на нервах, а сейчас проксихата на изичах просто залетит, знаешь. Ну, так и залетело, слушай, потому что ошибок-то куча факта не поставлено. По сути, второй барак, который был построен, зачем он был нужен? Ну, это, типа, марик и передроп, короче. Марик и передроп. Ну, билд этот стандартный со стимом, но вот этот билд как раз контрит, как бы, проксихата. Ну, то есть, это элементарная разведка контриться, причем, ну, проверить окрестность своей базы с Блайом, это, ну, абсолютно нормальная, как бы. Ну, надо пораньше, просто видишь, вот, СТВ пустить просто на разведку, да, и все посмотреть, где вторая хата. Если ты играешь, типа, некий рискованный билд, чтобы того, что тебе дается изначально 16 рабочих, там, или сколько, там, 12, ну, короче, куча рабочих, да. То есть, я вообще не вижу в этом ничего трудного. Опять же, видишь, проток с Харяевой ушел вниз, стоял там, получается, своими морпехами, вот, вместо того, чтобы проняться снаружи, ну, как бы, то есть, ну, я думаю, ему нужно было строить бункеры наверху, это достраивать, получается, команд-центры, перелетать даже при этом билде и так вот стоять и отстреливаться, как-то так, я предполагаю. Ну, я думаю, то, что он вытворил, он решил, как бы, схалявить в билде, схалявить во второй базе, да, схалявить в разведке. Хорошо, везде схалявил, естественно, в итоге он проиграл. Ну, в первую очередь, то, что разведка, как бы, ну, просто КСМ-кой, ну, одновременно с бараком, или хотя после барака поехать, как бы, и посмотреть, все. Сохнет кожа, причиной, ну, колючий ветер, снег. Согласен. Ладно, карта номер два у нас Вайнийская исследовательская станция. Карта тоже достаточно в этом сезоне еще прикольная, что карты, как бы, старые внедрили, говорят, на новый сезон уже, там, на следующий год, на ВЦС-сезон, там уже какие-то новые карты, вроде, присутствуют. А Блайтон ВКС выбирается, нет? Слушай, ну, он играет, как бы, да, то есть, наших давно никого именно на, ну, то есть, там же сейчас, как бы, система Челленджер, потом вот это вот, уже на основной турнир проход. Вот, и там, как бы, нужно попасть, ими, там уже за Челленджеры призы есть, хотя в этом году, я не знаю, может быть, что-нибудь там изменят, вот, но в основной, там, топ-16, по-моему, там уже на Лан попадали в последнее время. Или топ-32, ну, там уже, как бы, попал, там уже, там, что-то тысячи четыре, вроде, там, получал, по-моему, или как-то так, уже, там, или три, бакинский. Ну, это приятно, приятно. То есть, из три сезона в год, как бы, уже только с этого девяточка выходит. Ну, видишь, надо ещё попасть. Ну, да, да. Не, ну, есть же там всякие, понятно, что, типа, смуты пацаны, которые, там, всегда есть, как бы. Которые хотят девяточку, не только ты ходишь. Ну, да. Ну, то есть, да и помимо вот CEST, то есть, сейчас, на самом деле, онлайн-турниров, как бы, поразительно, что-то. То есть, они, вроде как бы, ну, там, Зотока нет уже, там, давно, и каких-то, ну, стабильных, еженедельных, но всякие комьюнити-турниры и д.д., их просто немерено, на самом деле, сейчас. То есть, вот, чуть ли не каждый день, как бы, можно играть что-то. Угу. При этом, видишь, конкуренция маленькая. Ну, то есть, получается, мало людей играет точно на НКП. И это круто. То есть, просто некий фарм денег. Это, безусловно, здорово. Потому что раньше, я помню, заходишь, когда уже пробишь в разгар, там, играет 600 человек, там, или 500. Ты, просто, целый день, там, с утра до вечера сидишь, ну, и играешь, катаешь, да, то есть. Ну, да, воля так и было, когда ты ещё там стану. Потом уже, ну, сейчас такого нет, ну, тоже, как бы, там, на Гоу Хвойска, там, человек под соточку стабильно собирается. Ну, соточка прям пролетает же, ну, ура, это буквально раз-два тур, ты уже четверть в финале, хоп, хоп, хоп. Ну, да, ну, тут, там, по Бо-1, да, то есть, он в 4 начинается, ну, там, понятно, полуфиналы, в Бо-3, в Бо-5. То есть, там, ну, самое позднее, в 9 кончается, то есть, обычно, в 8 там. Можно на работу даже успеть. Это точно. Так, ну, что, ребят, вторая игра, вот, вот. А, всё, ну, я так понял, что, видимо, если браток бы, как бы, хотел бы, ну, там, первый черкать, и получилось бы, что он бы, наверное, вот эту карту потерял, и здесь эта цеха защищена, типа. Ну, на самом деле, прокси здесь в лёгкую работает, и на этой карте. Да нет, уже труднее. Ну, если бы тебя пробивать сразу... Труднее, труднее, но, если ты играешь без разведки, и бункера нету, это так же просто приходят роущи. У реведжеров 6 тренджа, у реведжеров фаербол, то есть, даже факту можно отменять от депошек этих фаерболами, там, по-рабочему гулять. Ну, да, есть такое. То есть, как бы, ну, нет, понятно, разница есть, естественно, преимущество хайграунда, это всегда важно, как бы, но, если вообще без разведки, так же придут и так же, ну, пробреют. Слушай, ну, вот, кстати, на этой карте, мне кажется, было выгодно за зерго играть, потому что играют фаст-грейды. Я помню, раньше играли, по крайней мере, собаки, типа, 1-1, это очень выгодно. То есть, они очень хорошо контрят этот дроп, кстати. Потому что он прилетает практически прям грейдом, там буквально немножко полетает, у тебя уже 1-1, у тебя собаки, но они очень хорошо это всё убивают. Там уже бейлинг-бас сделают в контратаку, я просто помню, когда им вот играли, я вот этот билд прям на урак 1-1, который... Ну да, но видишь, как бы, в Лотве немножечко другая всё-таки экономика. Не-не-не, я про Лотву говорю именно, я просто играл в Лотву. А, ну-ну-ну, получается, то есть, надо без третьей это всё делать сверх ранее? Нет, с третьей, с третьей, с третьей, почему? Вот смотри, он заказал, видишь, один грейд, ну, и там сейчас, как бы, и вторая должна, вот, и вторая эволюцион пошёл, в принципе, он в это играет, ну, там, плюс-минус тайминги, знаешь. А, это получается, как типа Стефана 1-1 и мув там по таймингу к 1-1, короче, я понял. Да, только ещё Бэйлинг Нест я ставлю, чтобы вот этот хеллбат пуш, который есть, вот, с 6 хеллбатов, его отбивать. Вот, это нормально получается, помню. Ну, то есть, как бы, это эффективно, это очень удобно играть. То есть, знаешь, в начале же главное про халявить хорошенечко, тогда ты уже комфортно себя чувствуешь и развлекаешься, как хочешь. То есть, всё. Ну да, да. Да. Не, ну, сейчас обычно стандарт какой, то есть, как бы, вот, как, примерно, Блай делают, то есть, с 1-1, но чуть более поздним. То есть, дроп просто встречается именно королевами масс там и лингами, крип расплоди, ну, там, зерп, как Блай, и... Просто встречаешь, медивайка фокусишь, отгоняешь, и уже там, подумай, 1-1 подъезжаешь. Да, да, ну, вот видишь, опять же, смотри, армор почти доделался, то есть, вот, буквально, дропчик... Ну да. А только решил, что надо дропнуться, и это провал полный. Ага. Расскажи мне, зачем было полчаса карту убирать? Не знаешь? Ну, не знаю. Не, ну, там, как бы, фанаты скажут, и там можно съехать на то, что, типа... Не-е-е... Сзади изморалился, там, все дела, как бы, да... Нет, это понятно. Я не про то, что браток плохо контролил, а про то, что... Блин, ну, страта одна и та же. То есть, одна и та же стратегия. Она явно не зависит особо от карты. То есть, то же самое, что я играл всю жизнь в Блулорду. Какая мне разница была, какая карта? Бруды и поехали, всё. Главное, чтобы не слишком большое, чтобы они быстро долетели. То же же самый дроп, насколько я понимаю. Я просто помню, я с братком еще играл, когда в Лотфе. Как раз когда Викитинбург переехал, что-то, я помню, вечером мы с ним играли даже кастомки. То же самое был, кстати, дроп, мне кажется. Он играл. Куда переехал? Ну, я в Викитинбурге живу сейчас. А, всё, понял, понял. Вот. И это, может, полгода назад еще было. Вот. Мы с ним играли, я помню, да, летом. То же самое было. Просто про то, что, блин, ну, нафига вот так машнить, если у тебя страт, заготовок нету. То есть, я вот это не понимаю особо. То есть, ну, и на самом деле, очень фигово, что браток отдался. Потому что сейчас огромное время просел по лимиту. Он просел по грейдам. И, ну, Блай же, во-первых, крип полкарты. Во-вторых... Нет, это когда... Нет, ты тут абсолютно прав. Хотел добавить, что когда ты вот этот дроп вот так вот слил, это для тирана вообще жесткое отставание. То есть, этот дроп, он просто ходить, даже просто ничего не делать. Главное, чтобы он был там, криптумор хотя бы один где-то выбил или еще, ну, уже что-то будет. У Блай уже на полкарты крип протянут просто, а Блай хорошо очень тянет крип. Да, видишь, эти собаки один один, про который говорил, которые очень удобно им бегать. Они, то есть, они же классные, они грызут сейчас все. То есть, вот, пожалуйста, шпиль пошел. Грейды. То есть, вот она удобная игра. Блин, нет, браток, не слей, не слей, не слей либератора. Ну, одного, да, дрона он убивает. Ну, там видно, что Блай его и первый раз принял, и второй. То есть, Блай, ну, как-то Блай опережает именно по своим действиям. Он на шаг впереди, реально. То есть, ничем, ну, не удивить контролем. Братку сейчас Блай пока что. И в контроле, видишь, и в стратегиях тоже. То есть, мне кажется, очень правильнее было лететь на вторую базу, ну, или третью, как назвать. Да, то есть. Зачем лететь туда, ну, то есть, на эту базу, если можно было просто пешочком походить там, пострелять, как обычно это делают, поразводить. Ну, опять же, я говорю, этих лингов особо не разведёшь, потому что они уже становятся с грейдами 1-1. И они как-то бегают, они не умирают особо. То есть, ну, или даже 0 этих случаев с Блайем. Ну, да. Ну, пока лимит более-менее нормальный, кстати, у Братка. Он теперь пошёл в место. Ну, мы бил мало, тут Блай сгрызёт. К вам, на самом деле, видно даже. Так это ж халява, что принимать чистых мариков линго-бейлингами, это просто нура. Ну да, так не, просто после пет тут линго-бейлинги уже с мум, там 1-1 только атака у Братка, а Блай просто, ну, тут как бы сказалось то, что друг был потерян. То есть, если б тут ещё было в миксе там плюс вот те мариков, штук 14-15 летело как бы, то это уже другой расклад совершенно был. Абсолютно. Нет, видишь, то есть, опять же, если ты упустил преимущество в начале игры, то понимаешь, что дроп ты слил в хлам, явно не разменялся. То мне кажется, было бы, ну, более разумно это просто идти в оборону и максимум что-то можешь дропать. То есть, ну, я считаю, потому что, ну, в противном случае, у тебя вот как сейчас ты вышел и умер, потому что у тебя армия явно слабее должна быть. То есть, ну, если вы одного уровня игроки. Ну, да. Получается, что так. То есть, ну, идти в выход, да. То есть, нужно как бы дропами даже, даже дропами не пытаться там что-то убить, там экономику, армию, а просто хотя бы крип походить, поконтролить, короче. Так. Так. Что-то я ожидания группы. Нельзя, что ли? Подтвердили? А, нет, нормально всё пошло. Чётко. Что-то там всё вспоминает, как я ушёл с турнира на работу. Да, 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 да. Ну, вот это помню, да, давно уже. Так, да, я помню, время было, я же говорил, что это время могу играть не допоздна, то есть там время 3 утра там был уже. Вот, и... Да, там 3 утра, и что ты думал, что ЛЗ сыграет, а в итоге как-то разминулся, что ЛЗ заболел, что как бы я уже лёг спать, оказывается. Вот, ну. Ладно, не будем в этом. Не, ну, просто тоже, наверное, читаешь чат, кто-то пролистывает, типа некий троллинг тебе на работу. Ну, в чат, ну, нет, в чат это всегда, всегда, в чат это всегда такое место, вот. Ну, в этом году вот Nation Wars тоже, кстати, ребят, тут, ну, постоянно спрашивают, что там до Нового года ещё будет. Тут, конечно же, будет ГГ года, вот, которое мы сейчас смотрим. Сегодня группа А, завтра группа Б, там, дальше я уже не помню, как в конце недели группа, и уже ближе, там, 29-30-го, по-моему, плывёк у нас, вот. Ну, и Nation Wars ещё будет, ну, вот, Стрэндж, к сожалению, не зарегился там, вообще не знал, что региться надо, в итоге там, ну, состав как бы у нас не оптимальный будет. Ну, зато за Украину, там, Кастблай, Демага, старая гвардия. Не хватает там стрелка. Ну, да. Ну, там три только, а, ну, там типа на замену стук, по-моему, можно. Ну, вот, тренер команды, опять же, ты же сам понимаешь. Ну, нет, стрелок и тренер, конечно. Я, кстати, помню, когда мы сидели в Москве с ним в последний раз, он говорил, что он займётся хлебным бизнесом, он будет хлеб печь. Вот. То есть, ты не знаешь? Слушай, слушай, короче, не знаю. Я что-то слышал, что там, да, с сельским хозяйством что-то, видимо, это имелось в виду. Угу. Ну, как бы он говорил, что там с этим покончено, там кто-то другой этим занимается, и он там что-то то ли ищет. Ну, последний раз я видел Демага, Стрелок, они же комментировали этот в Киеве, Весго отборочные как раз-таки там сидели. Ага. А, да-да-да-да, я помню Демага, он сидел в пиджаке, очень солидно, стильно. Ну, вот, и Стрелок же там был тоже. Так, ага. Ну, больше, как бы, я не видел, не знаю особо, что там делает Евгений. Ага, поэтому КЗ. Да нет, с нынешним курсом доллара, то если, как бы, у тебя иностранная команда, то ты вообще в шоколаде, по сути. Вот, пускай зарплаты упали, но в количестве, ну, для нас там, СНГшников, они хорошие. Ну да. Не, ну, чтобы искать команду сейчас уровень должен быть, как бы, так. Ну, естественно. Конечно, ты же просто так деньги не платит, так раньше. Это да, это да. Раньше там было дело. Что у нас была игра через пул хату, а проток... Ну, а проток тот же самый бил третью игру подряд. Да, это, блин, ну, это какое-то издевательство, на самом деле. Это вообще не прикольно. И опять пришли какие-то линги и сгрызают братка. Да блин, ну, ну, Павел... Ну, ты видишь это? Это вообще не смешно. Это нифига не круто. Ну, да. Ну, билд один и тот же. Ну, Блай, вот это, то есть, я не знаю, просто... А почему не так сказать, Фрипера там? Там же куча же билдов, по сути, но всегда, ну, как-то игроки, которые там разнообразились. С Блайом, просто, ну, то есть, с Блайом, как бы, я всегда вспоминаю, как я с ним раньше играл, с Блайом, ну, не надо стандартно играть, под него надо подстраиваться именно, значит, вот это его всё чизовость, как бы, то есть. Так, по сути, ну, под всех надо подстраиваться, ты изучаешь его стиль. Ну, понятно, понятно, просто я вижу, что Паша совсем не готов, то есть, линги прибегают, там, Прокси Хата, то есть, которая, ну, Блай, делает, он не то, что он, он даже не в Бу-5, он в Бу-3 стабильно в одной игре Прокси Хату делает, как бы, сейчас, примерно, то есть, я уже смотрел, и, ну, то есть, как бы, быть не готовым к этому странно, ну, тем более, браток всегда, как, мне, как бы, не казалось, да, он, как бы, всегда готовился, то есть, ну, тут что-то не то. Не, не спорю, Паш, он даже бил, он прикольно, опять же, он же, я говорю, контрит с этими лингами с грейдом, то же самое пошел снова линге с грейдом, а смотри, сейчас 3.40 тайминг, по-моему, на 4.30 приходят 6 холбатов, ну, 6 холбатов приходят, ну, да, в хлам, вообще, в хлам, конечно, с шансов, блаем иногда, то есть, их делают, как бы, холбатов с блаем, ну, и всё, игра закончена, я понимаю, то есть, как бы, ну, по сути, вариативность страт огромная, то есть, ты выбери, там, 2-3 стратегии, пожалуйста, играя, играем и всё, там, которые, там, друг от друга, ну, полностью противоположны, то есть, ну, одна, ну, то есть, если, допустим, вот, линии контрятся с мареком, с дропом, да, то холбаты контрят этих линков, то есть, ты такой состоянии убираешь, всё, то есть, ты, ну, на коне, вообще, что делать? Ну, да. Ну, и линк забегает на базу, ну, в принципе, он закрепляет. Не, ну, тут билд-то предельно понятный, то есть, то, что это марики, просто, единственное, что, вот, и есть вариации вот этих мариков, тоже со стимом, с холбатами, там, на каком-то тайминге, вот, и, ну, там, через что-то ещё, вот, нет, такой билд, вот, как бы, через одного марика, вот этот, ну, против Блая, это крайне опасно. Риппер, риппер на обороне, просто, и всё, прибежали, 4 линга отконтролил, то есть, ну... Конечно, риппер, прокси, риппер, я планирую, они до сих пор уже, по-моему, с риппером, это вообще не прокси, просто многие тираны уже, ну, какие-то, которые знают Блай, они, знаешь, как бы, некоторые летят к компоненту риппером, а некоторые просто станут и стоят здесь на рампе, зная, что Блай, там, он может вокруг лингами забежать, потому что их же не найдёшь так просто на карте, что стоял, подождал, как бы, там, полетел... Ну, вот, то же самое, смотри, 4 квины, ещё 3 строятся, грейды делаются, то есть, всё, всё супер, куча лингов получается, всё, как будет дробаться Браток, то есть, куда, ты опять летишь на крип и дробаешься, ну, зачем, то есть, ну, хорошо, ну, в принципе, опять же, мне кажется, это опасно, вот рядом, так, с крипом дробаться, нет, то есть, мне кажется, можно было подальше отойти немножко, опять же, квины подошли бы сейчас, ну, смотри, 6 квин, квин рейндж 8. Да, Браток пытается на ментере лететь. Всё, видишь, флот класс начинает разводить, хотя бы так бы сделал в той игре, было бы всё, ну, опять же, смотри, подлетел, грейд, видишь, грейдный армор, видишь, 10 секунд грейдный армор, всё, теперь улететь проблематично, вот в чём прикос, я не понимаю стремление вот этим дробом что-то именно сделать, как бы дэмэдж нанести, то есть, там тоже, ну, понятно, что там с Бьяном сранить или с кем-то, там, я не знаю, как бы, некорректно, может быть, но именно, когда прилетает срана, не видит, что, ну, там, королева уже линги просто дробнулся, ходи крипчисти, там, с... Да, так и есть, я надеюсь, прицеление в неком, и, то есть, у тебя, первых, билд, ну, хороший опеник для макок, если ты понимаешь, что он вложился в королев лингов, у него экономика не очень хорошая, у вас игра, в принципе, равная. Да, у вас, да ещё, вот, видишь, медивак, вот, третий полетел, прикол ещё в чём, то есть, обычно сейчас тираны стараются, да и раньше тоже, а сейчас так вообще это хорошо заходит, научились-то, стараются славить тайминг, вот, два медивака, ты просто ходишь, даже не дерёшься, ничего не потерял, прилетает третий, у тебя, там, ну, там, двадцать, там, четыре марика просто. Да, да, я знаю, это всё, как бы, просто держит движение человека, опять же, я говорю, если он играет, допустим, не в этот билд с лингами, да, который, ну, какой-то полностью страт от бортка, то вообще, на ура, каким-то, там, роучем медленно вообще ничего не успевать делать. То есть, вот, смотри, опять же, борток, видишь, пошёл разводить, смотри, отлично, вот ещё плюс медилак был бы, вообще супер. Да, ну, тут непонятно, куда медилак, ой, прям под лингов, катя кривой друг, кричал, ещё у него стоят вот здесь вот. Вообще, между прочим, вот так же, сразу выдрыпал, и с тремя медилаками всё это, как бы, наказал. Всё, шестнадцать марика есть, хата четворт отменяется, отлично возводит Паша, здорово, а теперь СС-шку поднимаем, летим, докупаем третью базу, алё. Алё, Павел, алё, деньги нужно, деньги. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну да, тут как-то. Не, ну пока Паша дропается, понемножку чё-то делает, ну, Блайта как бы гнёт свою линию, то есть он грейды делать продолжает. Правда, сейчас армор не заказан почему-то. Слушай, ну, тут надо делать как бы, не, на самом деле тут, ладно, фу, хорошо, что он тут один-два потерял, но если бы не потерял, всё было бы по лимиту сейчас ровно, плюс 10 лимита было бы у братка. То есть, ну, примерно равные, опять же, ни в коем случае, я считаю, что братку еще не надо выходить. Вот опять, где-то какой-то выход, минка, буглу, ну давай. Ой, 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 хороший взрыв, хороший взрыв. Хороший минк, да, залхнут, опять же... Как-то базы до сих пор нет. Прости, что перебиваю, видишь, где вот он. Присоставил, тут марики стоят и два, и три медиллака. Паша, спаси, спаси, спаси! Ну, часть успел хотя бы спасти, и то хорошо. Опять вниз дроп, нужным ли был, наверное, нет. Да, опять же, смотри, огромное количество крипа, крип не вбиваются, крип почти на базе братка. Лиги, по-моему, бегают 6, 58, 7, короче, ну это, где-то капец. О, четыре минки, это огонь, на самом деле, но один медиллак, как он собирается спасать ударами? Непонятно, тут еще, смотри, тут прикол, просто мульти... Ох, хорошо, как минки жахнули, медиллак, правда, погиб, но... Нет, там погиб, потому медиллак и маленький, мне кажется. Да, нет, минка с флэшем забрал, медиллак дохлый был. Паша пытается родить, тут не хватает, мультитаска элементарно, 2-2. Инженерка вторая, я вот на нее уже смотрю, минуту просто я не перебиваю до этого назад, и там можно было делать, то есть 2-1. То есть уже сейчас вторая атака наполовину бы была готова, вот, и армор бы доделался. А Паша заказал только, когда вот это все доделалось, в итоге, ну смотри, какой приход интересный идет, и здесь минное поле такое хорошее. Атака, атака, Марьк, и дела. Отлично. Ой, люди хорошо долбанули, слушай. Да, да. Вот, все, сейчас добротка замечательная, я считаю, кроме того момента, что он был с грейдами завтыкал, потому что сейчас 1-1, 2-2 будет, это совсем неприятно. Так, выкапываются и закапываются минки, зачем-то я не понимаю, правда, зачем минки тут выкапываются и закапываются. Не знаю. Не знаю, непонятно. Может быть быстрее оттедаем их? Нет, тут нет. Не, ничего не происходит, короче. Да, Марьки на муви тут подсливаются. Ну, понимаешь, у этого... У Блая тысяча восемьсот, тысяча восемьсот что-то было. То есть, ну, докажут, что 18 мутер, 8 мутер, могу сказать. На самом деле, у Блая огромный простой по минералам. Слушай, смотри, не тратится. Это, в принципе, 7 ультра, 8, ну, все равно хайва и так далее. То есть, на самом деле, у Блай тоже, я бы сказал, стоит супер в эту форму. Ну, Браток, вот сейчас он, как бы, в чем косяк контроля его? То есть, во-первых, по грейдам проседания это понятно, но происходит следующее. То есть, минки стреляют, а ему своих жимариков убивают. Он не успевает и не засаживает просто медивайки их. Слушай, ну, это же тяжелое, если честно, сделать. Ну, не просто, конечно, не просто. Ну, нужно стараться так делать. Ну, блин, я считаю, что Браток сейчас дается, нужно просто брать свою армию в кулак, хотя бы минуту поставить, покопить и все, как будто. Хотя он четвертую базу отменяет. Нет, четвертую базу, Братишка. Четвертую отменил. Ну, сейчас, сейчас главное до 2-2 как-то, не наоддаваться. У них мута вылетает, поставь хотя бы, там, три турецки. У него, видишь, ни одной турецки нет. Не надо базить. Сейчас мута, на самом деле, может натворить угрозных чудес. Плюс, Браток дерется на крипе, это ужасно плохо. То есть, даже вот эти два пенни, которые катятся, они катятся там, и они убивают. Жесть. Да, вот вылезла просто пачка муты гигантская, и Браток здесь наоддавался, отступает назад мариками, конечно. Ну, поможет ли это отступление? Вопрос открыт. Вот, 2-2 доделают сейчас понемножку. Браток отбивается. 2-2 как-бы уже мариков очень тяжело убивать. Ну, медиваки все погибли просто. 10 медиваков слилось, их ноль сейчас. Лечить просто био нечем. Туреток нету. Так, туреток нету на второй, туреток нету на третий. Браток вот пошел вперед, там, куда он пошел вперед, не понимаю я. Углай всегда умел хорошо муты играть, хорошо шатать. С того, что сейчас 20, но это риск в 21, и предполагаю, что это очень плохо. То есть, опять же, ну, хайк, углай, что-то не заказан. Я считаю, это ошибка. Все равно ультралок очень часто мощно с армором. Буквально там три ультрала с армором, они всю игру заряжают. Абсолютно. И всех тикмариков разорвут в флап. Туретки на второй базе едут, туреток залетает. Ой, вернее, муты залетают, все. Экономика не бывает, плохо, хаос. Да нет, на самом деле, тут Браток, скорее всего, проиграет. Потому что, ну, не хватает немножко пашки. Очень жаль, на самом деле. Ну да. Не, ну вот если бы он в первой игре в таком ключе бы начал. То есть, видишь, непонятно, что как в третьей игре сопротивление пошло и то. То есть, ну, опять же, ну, как бы есть сопротивление, но... Говорю, если бы была ультрала пораньше. Если бы была бы не мута, я сейчас ультралиски, ну, в таком количестве. Восемь ультралов, чтобы Браток сделал. Те же самые гейки, по сути. Да. Опять же, Браток хочет сделать сплит, ну, а куда выход на хрип? Ну, я считаю, что это... Ну, симпак всеми, на хрип. Ну, вот 20 сморит. Ну, там, 17 дайли. Ой, сплит провальный какой-то и... Медиваков-то мало. То есть, тут простимился, все, и в итоге лечится муталиски одну туретку, единственную на третью убивают. Да, тут минус третья, это... Ну, это ТГ. Потому что, явно, Блайн на хрипе сейчас... Ну, да, может, Бэйлингов отдаст... Ну, хотя бы ЦСчику не отдал бы. Так-то по боевому лимиту у Братка нормально. И Блайк, где там 19 бэйнов? Он дома, делая 19 бэйнов. Шел бы Браток чуть быстрее бы. Расканил бы. Он мог бы сейчас ударить до бэйнов, например, там, готовности. Он почти видит, видишь, сплитит сейчас будет. Не, муталиски... Не, ты чё тут армии? Муталисков... Да, марики с тыла не успевают подойти, просто, как бы, помочь вовремя. Хорошая залп минку делает. Ну, вот эти марики не вовремя поддоспели здесь и... Да, они всё равно не успеют. По лимиту, видишь, просеют, всё просели. Ну, блин, слушай, реально вот третья игра была хороша. То есть, я бы на такие игры смотрел, блин, чаще. Ну, видишь, минус Медилака. Ну, минус так, понятно, мне не все озвучили. Фигово, мне жалко. Я ждал больше несчастной борьбы. Да, да, да. Очень жаль. Ну, надеюсь, что Паша займёт второе место. Не в обиду кончет, конечно, договорится. Но я всё же болею за Павла Кузнецова. Вот, потому что выиграли интересные всегда. Это да. Так что, в принципе... Говорят про возраст, куда нужно тренироваться. Только кастер. Да, обидно. Да ну, что тут... Что тут поделаешь? Короче, что ты там, Артём, пойдёшь тогда? Да, потому что там сейчас зерков же не будет. Да, да, да. Спасибо тебе, в общем, за компанию. Приходи ещё, приходи ещё, да. Обязательно. Да, действительно понравилось всё. Всем большое спасибо. Всем пока. И тебе хорошего стрима. Спасибо. Пока-пока. Так, спасибо Артёму. Вот. Браток будет играть сейчас в Панчи. Так. Блайк ещё тупец. Мог спокойно Корсар сыграть? Так, если хотел Корсар сыграть, надо было черкануть вторым, как браток хотел. В чём принципиальность-то была? Я вот не вижу в таких моментах никакой принципиальности. Хочешь сыграть, так играй, просто подчеркай как бы всё. В чём проблема-то? Мы находимся в пути земли до поселения 2. Так что вот так вот. Так, пошёл Invite. Так вот, несмотря на то, что у нас есть тупец videа, В чём就是 в Чaud trying to deal with an L Gen 대해서, и revisим кур вопросы всё, чтобы начать демон орнулся тупец не spooky, как бы всё тупо не доглядит то. Тако, Flight 2 given. Так的. Так, это да уже сделать собрание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, нет, а сливку Артемчика как-нибудь по-любому позовем еще, это стопудово... Вот, браток против панчи... Ну что же, если браток так будет, ну, если он сильно расстроился из-за черкания, там, из-за этого... Из-за игр с Блаем, то тогда может и кванчи здесь как-то, ну, на тепленьком выехать, Паша... Вот, помните, что... ТСМ готов! Так, Джесс! Да, премщики может загружать... Продолжение завершено... Будет не лишним по-любому у Юры все, да... Не смотрел я там, все люди здесь активировались, честно... Не законтролил этот момент... В общем-то... Браток против кванчи, главное не нервничать, и тогда будет все нормально... Потому что кванчи показал, что он может сыграть и с тираном в особенности очень даже неплохо с Матвеем сыграл... Вот, нужно быть аккуратнее... Помните, что на кип-бетике ставочки есть, кому это интересно вообще, как бы... Вот... Запиливайте... Пристройка завершена... Так, ну, браток здесь супер-фаворит был... 4-0-8 на кванчи, но это БО-5, ребята, это БО-5... Так, водить прем... Водить прем... Там же, где его и покупать под плеером надо... Так, ну, здесь через минку опенинг... Одна на второй базе, вторая строится, видимо, для передропа... Кванчи уходит домой... Кванчи решил, что не будет пушить, на самом деле... Вот... Алия НАТО активировал премиум на ваш канал... Алия НАТО активировал премиум на ваш канал... С трудовым подвигом готово... Так, неплохой такой дробчик... Восьми мариков рассекающий... Между прочим, марики очень больно... Восемь стреляют, я вам скажу... Можно и Мазеркор сейчас забрать... Ну, надо кайтить было продолжать... Чтоб, черт побери, Мазеркор забирать... Кайтить что-то Паша не продолжил... Но... Вот... Было любя... Во-первых, не ублюдок... Не придурок, а ублюдок... Во-вторых, не надо тут... А Джесса прикольные вопросы... Это ещё надо посидеть, как бы... Их приготовить... И всё, чтоб весело было, на самом деле, вам как бы... Ох, как Минка дроб потерял, браток... Но здесь Минка залетает на вторую... Одна стреляет, вторая тоже стреляет... Очень больно эти Минки делают... Медивак улетает в темноту... Ну, как бы... Реабилитация за первый потерянный дроб... Произошла сейчас, но дроб потерялся не в тему вообще... Вот... Так что, респект Джессу... За то, что так делает... И даже все премиумов не берёт... Я им предлагал, там, активируй себя... Чего будешь смотреть там... Вот... Короче, спасибо тебе, Джесса... Спасибо всем, ребят, помните, потому что поддерживать над меня и мой канал... Блай против Братка... Матч Венеров закончился, к сожалению... Паш проиграл 0-3... Был до этого... Какой-то непонятный кипиш с черканием карт... Я вообще не понял, в чём прикол... Типа, какой-то супер план там был... Ну... Не знаю... Короче, я бы на месте... Вот в этой ситуации... Как я обычно... Из такой... Какая-то тема получалась... На турнирах... Тем более... Канаши все... Я бы просто... Ну... Скал бы... Ну, черкай... Хочешь... Ты черкай... Ты первый... Какая мне разница вообще... Как бы... Все равно там пять карт... Ну... Ну... Можно отыграть... То есть, как бы... Минимум три... По-любому там свои сыграешь... Так что... ХЗ, короче... Блай полез... Блай... Как бы... Не дал братку черкануть... Браток... Хотел первый черкать... А по правилам... Как бы... Черкает... Кто слева... А Блай... Буру... Касс и Стрэндж... Посеян был... Первую группу игроков... Это я сказал так сеять... Потому что... Ну... Я смотрел по силам... Игроков объективной... Квалификации... Они вообще никакой... К посеву отношения не имели... Почему? Потому что там... Нельзя было игрокам... Несколько квалификаций играть... То есть... Ну это... Смысл его там нет... Так... Минки копаются... Бах-бах... Минус токера... Ну... Либератор-то раскрытый... Здесь прессинг идет... Станчиков... Еще 27.83... Хороший такой прессинг... Я вам скажу... Вот... В итоге... Вот... Получилось то, что получилось... Но это ладно... Первый... Первый... Минковым будем считать... На самом деле... Завтра будет вторая... Продолжение... Плей-офф... На самом деле... Главное... Это выйти из группы здесь... То есть... В принципиальности... Там с первого... Не с первого места выйти... Ну... Конечно, ты на первое место... В другую группу попадешь... Не очень хорошо... Так... Стабилизатор есть у Кванчи... Фух... Сейчас больно может быть... Еще один Актервер упал... Сзади два танчика есть... Идет Кванчи вперед... Танки наваливают... Нормально сейчас демоджи... Я вам скажу... Не разбирайтесь... Хорошо... Так медиваки... Да... Улетели... Вега... Пишет Кванчи... О чем... А... Тут развалку это был... 10 пробок... 40 на 57 парабам... Несмотря на то... Что браток развалился в лоб... Он развел Кванчи... На мультитаске... В другом направлении... Принципиальность была... Столько 20 минут... Не мог объяснить... Что не так... И что он хочет... Ну... Принципиальный... Тогда и надо писать... Что там не успел... Черт побери... Что-то сыграть... Игрел... Я бы сделал бы так... Просто... Ну... Хочешь... Черкануть... Черкани... Все... Я вообще не понял... Почему как бы... Я вообще не понял... Почему как бы... Браток... Вообще... Паша... Ну что-то там делает... Какая... Ну там... Когда ты настолько уверен... В плане своем... Он может потом разбиться... Просто как бы... Как хрустальный бокал... Вот... И все... Могло бы то же самое произойти... Что произошло... Что произошло... Мы это не узнаем... Никогда... Вот... Ну в чем было... Ну надо было... Значит как бы... Удать... Черткануть... И все... Нужно было спешить... Ладно... Не будем усталить... Это уже все в прошлом... Все нормально... Удать... 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 Да пушка... Барак... Газ... На мэне... Сохнет кожа... Продолжение следует... Игра приостановлена. Так, просят паузу, браток, сейчас. Продолжение следует... 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 Так, четвертый гейт. Но в этот раз Кванчи не собирается там блинком куда-то врываться. Строит иммортал уже второго. Ну, кстати, вот с таким робу, в принципе, с двумя имморталами можно какой-то и пуш предпринять. Здесь у нас Марик и Циклон и Ревен. То есть Кванчи, кажется, уже понял, что браток делает, уже построечка от него пошла. Так, глебчики адептом поперли. Третий Нексу пока Кванчи не ставят. Ну, гейта 4, гейтов 4 штучки. Имморталов 2 штучки. Сталкера уже с блинком. Призмы нет. Призмы нет. То есть, а как, если пуш не прилетит, то как? Так, адепт мимо Циклона проходит. Кванчи на Ксилнагу идёт. И Нексус собирает стоять. Да, именно так он собирает делать. Третий уже иммортал заказан. Здесь браток выходит к Ксилнаге. Ну, тут не надо идти на рожон, мне кажется, просто проложен для города. Просто отступить и всё. Вступить домой. К третьему Нексусу, кстати, по направлению отступления мог сейчас браток понять, что здесь есть третий Нексус. Потому что если бы его не было, скорее всего, просто сюда куда-нибудь пошёл. Хотя тоже не факт, с другой стороны. Так, робо-бей для Каус. Третий иммортал. Глефы сейчас будут готовы. Как-то будет попроще. Так, 102, 109. Так, уверчажа-то будет. Вот, наконец ставит уверчажа здесь Кланчи. Пошли до варпа. Ой, как минки больно сейчас могут сделать. Минки жахнули. Идёт Кланчи вперёд. Есть дестабилизатор. Здесь миксит. Браток симпатично... Куда здесь стабилизатором-то стреляет? Аж стреляет он. Куда ты стреляешь? И почему не гонит он? Вот, вместо того, чтобы прогнать сейчас, что-то варпит. Здесь косячит с контролем. Братка упускает. Сейчас браток... Вот Кланчи сейчас встанет, а браток сюда, например, резко ворвётся. И вообще развалит очень жёстко. Может развалить. Так, идёт на Ксилнагу там Кланчи проверять, где же браток. А здесь вот Сталкер не законтролил минус Сталкер. Хорошая проверочка, подумал Сталкер. А что я? Зачем? Почему я шёл? И стабилизатор на третий есть. Но по экономике у Кланчи всё нормально. Пробивая здесь камни, чтобы нормально природу подводить. Разворачивается. Пошёл бой. Не надо стрелять дестабилизатором. Активировал премию на ваш канал. Так, браток врывается на третью. Ну, это минус дестабилизатор. До варф давайте прям будем под армию делать тирана. Тогда будет у этого до варфа всё хорошо, в кавычках. Девять пробок на ром месте месяц. Просто тут сейчас происходит, что Кланчи бегал-бегал в центре, бесцельно что-то. И браток спокойно просто заходил с тех направлений, с каких хотел, занимал нормальную позицию, выпиливал рабочих и не только... А, это здесь было, я прошу прощения, это не на третий дестабилизатор, а что здесь шатало, я даже не знаю, что здесь шатало, летало. Так, МХ фарш грид купил, никто не отгадал пока. Оп, минус циклон здесь с ХГ, три дестабилизатора, архивы темпларов, колоссов пару добавил бы, я бы не знаю, здесь для... для надёжности. Вот в этом миксе колоссиков две штучки с рейнджом вообще бы очень неплохо бы заходили, чтобы не усиливается микс, как бы у Кванчи. То есть сейчас, как бы, делают и колоссов дестабилизаторов, почему? Потому что колоссов страхуют, как бы, когда оклик идёт, вот, жёсткий. Ну, то есть, когда даже не оклик, а мультитаз, там, на два направления надо подраться, то есть двух направлений проще там по колоссу оставил, они издалека будут стрелять, и ты там, главное, контролешь, чтобы нормально все прямо шли над... Ой, как больно сейчас было, брат Каюня, там, жёстко сейчас к Кванчи попал. Чёрный некст пошёл на дестабилизатор, когда основной бой принимаешь, там есть много юнитов, и ты пуляешь. Да, если у тебя жёсткий контроль, ты в двух направлениях можешь идеально разваливать дестабилизатор, мне спора нет, но это тяжелее уже. Пошёл Шторм, и Штормичков пока не наблюдается. Кванчи полез под Либераторов. Три залпа дестабилизаторов, все патроны потратил, здесь сливает что-то, браток. Поломился ко второй, Шторм не готов, здесь дестабилизатор, правда, есть пока Кванчи, он пошёл-то там. Так, Кванчи идёт, дестабилизатор залп, в молоко сейчас полетел, прилетают Либераторы, Либераторы раскладываются, браток занимает грамотную позицию, сейчас вынужден Кванчи идти через Либераторов поля. Юнитов-то дофига, как у Кванчи было, но он идёт через Либераторов, просто выйдет и отсюда, ему они палят, шмаляют, там убивают, всё вообще. Даже так Кванчи отбивается. Три Либератора у братка есть, до варп Сталкеров идёт. Нужно, понятно, что в этом направлении будет Кванчи шатать Кванчи, браток Кванчи, залетать Либераторами. Когда на три... Отвёл пробок, но не отбил Либераторов, бывает. Нужно запрыгнуть вот сюда, одного выбить с жёлтенького и потом остальных. Только не под трёх, вот сюда будет ошибкой заблинкнуться. Меняет позицию браток. На мэне прилетают два мародёра, здесь выход по четвёртый Никс идёт, но здесь Кванчи вроде как рядом стоит. С Талкерами вроде зашатал, здесь Адепта и Морфл слишком расплечено всё, хлам оказалось у Кванчи. Похоже на 2-0. Браток на мультитаске зашатал, короче, Кванчи не справился здесь, ниточку не хватило. Что аж даже немножечко Кванчи что-то расстроился, судя по всему. Ну что, ждём третья, она может стать последней. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребятки... СС-чика через рипера у воротка будет сейчас... Продолжение следует... 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 Делаю стоп-старт, пацаны Возвращаюсь без задержки